Позвольте несколько вводных таких позиций в каком-то порядке, позволяющем веерным образом быстро рассмотреть сочетание клубной ситуации с общей ситуацией в стране. Ну, прежде всего, я должен сказать, что клуб «Содержательное единство» существует с 1993 года, но он и создавался, и функционировал как клуб самых разных интеллектуалов, связанных с проблемой безопасности страны. Мы никогда не рассматривали это так, что это только люди в погонах или в штатском. Мы никогда не делили ведомства такие или другие. Просто стремились создать какую-то интеллектуальную площадку, которая могла бы преодолеть противоречия, выработать общую точку зрения и интеллектуализировать происходящее в нашей стране. Уже тогда, в сущности, сразу же после 1991 года, встал вопрос, а как относиться к сформированному государству? Вот оно что такое? Это было государство вот этого безумного капитализма, за которое, много раз говорю, проголосовали и в 1993 году, и в 1996 потом, и так далее. Это было государство безумно деформированное и в конечном итоге являвшееся соответствием отречения от предыдущей идеологии, от предыдущих принципов устройства жизни. Оно было невероятно уродным и не могло быть другим. Защищать его, не защищать, отстаивать, как бы, что с ним делать-то, интегрироваться в него. Мне предлагали глубоко интегрироваться в новую государственность. Приходили такие посланцы, предлагавшие эту интеграцию, говорили, что я только должен написать, что в книжке «Постперестройка» я пошутил. Ну, просто это была такая шутка, эксцентрик. Вот. Значит, естественно, что интегрироваться в это государство я никоим образом не хотел, но когда мне сказали, что Басаев лучше Чубайса, то эта позиция для меня была так же неприемлема, как и интеграция в государство. Потому что было ясно, что любая нестабильность в этом государстве – это просто его конец всего. Народ переходит в безгосударственную статью. Поэтому, как бы, с одной стороны, мы все были авторами газеты «Завтра» и занимались тем, чем занималась газета, а газета очень жестко критиковала тогда существующую власть. С другой стороны, мы делали все возможное для того, чтобы все-таки это государство не рухнуло. Очень сильно противопоставляют друг другу режимы государственности. А вообще-то это не любят делать. Ну, вот на этой примерно основе был создан клуб «Содержательное единство». И, к моему глубокому сожалению, очень многие из тех, кто в него входил, уже тогда находясь в весьма преклонных годах, потом покинули этот мир. Какое-то, вы снова здесь улучшивые тени. Очень большого количества людей, которые на клубе находились, просто не стало. Клуб продолжал действовать, как бы, в новой ситуации. Новая ситуация характеризовалась двумя главными слагаемыми. Первое слагаемое – это то, что элита менялась, и эту элиту все меньше интересовал какой-нибудь интеллектуализм. Она считала, что она так прагматична, технократична, практична, и вот фиг ли там думать трясти надо. Это была тенденция, она и продолжается, такой мегатренд наш, в котором, так сказать, интеллектуальные клубы, элиты были все менее-менее востребованы. С другой стороны, на горизонте начали возникать новые тенденции, так сказать, сначала в виде телевизионных передач, которые имели резонансный характер, типа суть времени и так далее, а потом в виде формирования движения «Суть времени». А формирование этого движения в существенной степени превратило клуб «Содержательное единство» в клуб «Движение». До сих пор, я вижу здесь в зале, присутствуют глубоко уважаемые, любимые люди, которые существуют на клубе до того, как возникло движение «Суть времени». Их уже немного, но они есть, и я их очень ценю. Но они сложили меньшинство. Большинством стало движение «Суть времени». Про это движение говорилось в разные периоды, и в основном постоянно утверждалось, что это какая-то моя кратковременная коммерческая затея. То, что она является существенно антикоммерческой, пусть рассказывают мои биографы, я не буду. Не коммерческая, а наоборот. Но то, что она кратковременная, как-то опровергает то, что 8 лет существует движение. А говорили, что на следующий год после конца выборов оно будет там сдано, уйти и так далее. В этом смысле, собственно, существование клуба в этом диапазоне от самого движения «Суть времени» до передачи смысл игры, оно становилось все более и более проблемным. Потому что непонятно, собственно говоря, было о кому, с кем и о чем договариваться. Мы и так обо всем договорились давным-давно, сразу же, когда началось движение и так далее. А на горизонте возникал некий изборский клуб, который, не буду комментировать, патриотически хороший клуб. Александр Андреевич Проханов что-то сделал, я не вошел в него, как вы знаете, так же, как в «Суть времени» не вошла никуда. Ни в «Объединенный народный фронт», ни во что-нибудь еще. Потому что я считал, что любое слияние с данной властью, при том виде, как оно есть, абсолютно бесперспективно и контрпродуктивно, в том числе и для членов движения. А государство защищать надо. То, что я был первым из выступавших на поклонной горе, и первая моя была фраза «Я противник политики президента Путина», так сказать, замалчивается всеми, кем только может, потому что это неприятно. Понимать, что с самого начала и последовательно осуществлялся определенный курс самим движением. Курс этот всегда состоял в ряде каких-то таких принципиальных положений. Я их очень кратко сформулировал. Первое из этих положений заключалось в том, что катастрофа, приведшая к краху Советского Союза, и коммунизма, носит мировой характер, является очень глубокой, фундаментальной, смысловой. И что говорить, что в эту катастрофу не были вовлечены в ее организацию широкие народные массы, неправильно. Факты говорят о том, увы, что они были включены в поддержку Ельцина и компаний, которые прямо говорили, что они меняют коммунизм на капитализм, там, совок на потребительское общество и так далее. Они были в это включены. Уж как минимум они совсем не защищали никакие завоевания социализма. Поэтому мы живем в обществе, которое отреклось от себя. Или, как говорят китайцы, люди без лица, люди, потерявшие лицо. Я напоминаю, что, согласно моим источникам, Мао Цздун сказал это Хрущеву, что если мы начнем осуждать Сталина, то мы окажемся людьми без лица, мы потеряем лицо. Когда мы потеряем лицо, мы потеряем власть. А в сущности, зачем нам власть, если мы потеряем лицо? Мы находимся в очень травмированном обществе, не мертвом, не ушедшем в небытие, но страшно поврежденном и в отвратительном государстве, альтернативой которой на сегодня является только безгосударственность, при которой все быстро будет ликвидировано. Это такие вводные данные, марзматичность ситуации нынешней и так далее. Парадоксальным образом, на следующем этапе, после министра иностранных дел Козырева, Ельцинского, который поднимал платки, уроненные американским послом, если не сменять память, или кем-то, каким-то еще американским лицом, после этого сформировалась новая эпоха, которая после Крыма, присоединения Крыма, стала эпоха холодной войны по существу. И она, пожалуй, даже острее, чем была. Россия снова вышла на авансцену борьбы с американским империализмом. Борьба ведется страшно непоследовательно, но еще более агаутела, чем велась в советскую эпоху, потому что ряд высказываний, которые звучат с телеэкрана, ни в какую советскую эпоху звучать не могли. Что касается самих американцев, то они обнажили свое лицо и показали, что в сущности задача этой новой мировой империи уничтожение гуманизма и всего того человеческого содержания, которое существовало на протяжении тысячелетий. Она меняет все, это сверхимперия. Она отнюдь не собирается просто утверждать свою власть в рамках прежних констант, которые мы называем константами эпохи модерн. Она хочет все уничтожить. И соответствующим образом поддерживать самые темные силы, разрушает все устои жизни, нарушает международное право и так далее. Но настре этой борьбы возникли именно определенные слои нашей элиты. Она олицетворяется в фигуре Путина. И она носит достаточно бескомпромиссный характер. Безалаберный наши коллеги и бескомпромиссный одновременно. И нелогичный. Но это часть мирового глубокого процесса, ибо все заявления, там, какой-нибудь Кандализа Райса, кого-нибудь еще, о том, что все наши прежние союзники становятся нашими противниками, во вследу Египет, Мубарака, там, многое другое. А наоборот, мы сейчас начинаем поддерживать тяжелую работу демократии в странах исламского мира, Африки и так далее. Говорили о том, что американцы взяли на вооружение стратегию хаоса, что эту стратегию взяли на вооружение все элиты и демпартии, и консерваторов. И это стало новым курсом одержания власти. А против этого начали выступать остатки таких национально-суверенно-буржуазных государств. Коммунизм вышел из игры. Вряд ли мы будем говорить, что в Китае, Вьетнаме или где-нибудь еще он носит как бы сколь-нибудь последовательный характер. Нигде он не носит сколь-нибудь последовательный характер. Он носил последовательный характер созданием образа жизни в Советском Союзе и нигде больше. Где-то он был навязан в значительной степени в странах Восточной Европы, а где-то он был очень органично внутренне, но он просто означал некоторую левую разновидность национально-свободительного движения. Астра, Вьетнам, Хо Ши Мин, Мао Цзэ Дум и так далее. То, что происходит сейчас, это постепенное построение капитализма под коммунистическими лозунгами без разрушения Мавзолеев. Вот и все. В этом смысле коммунизм с авансцены ушел. Он не может уйти совсем, потому что только он отвечает на фундаментальный вопрос о том, восходит ли человечество к чему-то в XXI веке. Человечество, человек отдельный, может восходить к Богу или к человеку с большой буквы. Большая часть человечества к Богу уже не восходит, а если и восходит, то боги разные. Остается восхождение к человеку с большой буквы. Коммунизм единственный ответил на вопрос, как оно может осуществляться. Он не довел это до конца. Но если это не довести до конца, то вообще необходимость человека без этого восхождения прерывается. И мы будем иметь дело с самыми страшными формами фашистского геноцида. Так сказать, сокращение человечества сначала в 10 раз, а потом в 50. Это перспектива ближайших 25-30 лет. Она не за горами. Те, кто не верит в это, могли бы вспомнить, во что еще они не верили, так сказать, 10 лет назад. Могли ли они себе представить, предположим, что-нибудь, что происходит сейчас в Донецке, да? Что это будет вот так вот, посмотрите, все. Нет же, не могли. И многого еще они не могли себе представить. И так этот коммунизм не может уйти. За ним будущее. Он единственный, кто удерживает еще эстафету гуманизма. Потому что все остальные с нее сошли. Он защищает историю, он защищает гуманизм и все прочее. Поэтому в новом обновленном виде он придет на авансцену. Но потом. Сейчас же на этой авансцене борются две силы. Консервативные, национально-буржуазные, тянущиеся к суверенности государства. И вот этот глобализм американского образца, иначе говоря, борются силы, еще держащиеся за остатки национального возрождения, гуманизма и всего прочего, крайне консервативные, да? И борются силы, которые отменяют гуманизм, историю, человечество, конец человека, конец искусства, конец морали, конец всего. Это вот и есть то, что несут с собой американцы. Разговоры о том, что консерваторы хотят одного, а либерал и другого, это с одной стороны так, а с другой стороны нет. Держава идет одним курсом. Значит, борьба идет между этими остатками национально-буржуазных, суверенных государств, то есть реликтовым модерном, или, как я говорю, реликтовым капитализмом, и посткапитализмом, которым оказался не коммунизм, а невероятная антигуманистическая мерзость, которая, тем не менее, удержалась и наращивается, в том числе за счет падения коммунизма. Внутри этой борьбы, первое, все силы серьезного левого типа должны поддержать реликтовый капитализм и модерн, потому что, как бы ни был он плох в его нынешнем исполнении, американцы еще хуже. Внутри национально-буржуазных, консервативных систем остается что-то для человека, для гуманизма и для всего прочего. В системах американцев не остается ничего. И, во-вторых, этот конфликт происходит на авансцене. Внутри данного процесса очень серьезное место занимает Россия. И не Россия, а вообще Россия Путина. Именно Путин стал предметом ненависти этого американского глобализма и всего прочего. И именно на него нацелена наиболее ядовитая жала, так сказать, данной системы. Более того, поскольку значительная часть элиты в России и везде вполне себе хочет вписаться в глобализм, то возник даже конфликт между Путиным и этой элитой. На самом деле вопрос не в этом конфликте как таковом между Путиным и элитой, а вопрос в принципе возможности реализации конфликта между национально-буржуазными силами, националами так называют, и компрадорским капиталом. Это очень старый конфликт. Теперь компрадорами стали глобалисты. Но это капитал, который ориентируется, ну, местные свои, которые хотят колониального хозяина. Они вполне готовы к неоколониальному состоянию. Россия при Путине никоим образом не преодолела проблему противоречия между либерально-глобалистическими силами и целыми национальными консервативами. В сущности, президент России оказался в каком-то смысле медиатором внутри этого конфликта. Вот это некое консервативное крыло, которое там олицетворяли якобы силовики, но неважно, кто его олицетворяет, да? Чекисты там все. А вот это как бы системы, системные либералы. А Путин стал фигурой компромисса между этими двумя крыльями, а где-то здесь еще посредником между этой элитой и народом. Вот в сущности его роль. Мы постоянно слышим одни заявления от представителей, так сказать, такого силового блока, которые говорят, давайте мы все там завоюем и вообще наведем настоящий национальный порядок и некие заявления о том, что нечего-нечего, сейчас дернемся, все рухнет и так далее, звучащие с либерального крыла. А Путин где-то здесь вот это все как бы как-то гармонизирует и одновременно поворачивается как бы к народу, олицетворяя собой как бы высшего руководителя, который как бы сдерживает бояр. Как выглядела схема? Единственное после Крыма, что могло эту схему до конца, так сказать, сделать хоть сколько-нибудь устойчивой жизнеспособной, это ликвидация либерального крыла. Она абсолютно не обязательно должна была иметь такой вид, как в 37-м году. Вообще все ссылки на 37-й год, мне кажется, сейчас абсолютно смешными. Наверное, никто не собирается снова с помощью трудовых армий, тачек и лопаты строить какие-то новые заводы. Кому нужны эти трудовые армии в ГУАГе? Что с ними делать? Их кормить надо, что ли? Что с ними? Зачем они нужны? Их невозможно даже повторить чисто с позиции эффективности. Кого сейчас интересует, кто агитирует за массовые репрессии, при которых, так сказать, будут уничтожены какие-то существенные части элиты? Не за это агитируют, и не об этом идет речь. Задача в том, что политически эта штука перестала существовать после того, как США и РФ вошли в ситуацию непримиримого конфликта, потому что политически вся эта либеральная штука не может предложить ничего, кроме вписывания нашей страны в либеральную мировую экономику. Нельзя вписаться в либеральную мировую экономику, когда США проводят санкции, выстраивают торговые барьеры. Вписаться невозможно, потому что хозяин не хочет вписать. Дело не в том, хотим ли мы в этот сектор, в этот сектор, в подвал, в билетаж. Дело в том, что это строят не мы. Это вечный парадокс этого вхождения в мировое сообщество. Этот бред о вхождении в западную цивилизацию. Простите, пожалуйста, а кто строил с религиозной точки зрения западную цивилизацию на протяжении последних тысячи лет? Ее строил Ватикан. Так мы хотим вписаться по своим правилам в здание, которое строится в Ватикан, или мы хотим перекрестить православие? О чем идет речь? Мы все время хотим вписываться, но так, чтобы все наше натуральное, чтобы оно было, так сказать, войти в чужой дом по своим законам. Это невозможно. Кроме того, после вот этого этот дом не хочет, чтобы в него входили. Что может предложить эта группа? Что? Она ничего не может предложить. Только войти, так сказать, там, с мылом или без мыла внутрь этой западной цивилизации. Больше другого предложения нет. Но если западная цивилизация не хочет, то уже ни мыло, ни не мыло, ничто не поможет. Все. Значит, это крыло должно было мирно свернуться, уехать есть куда, да, оставить посты, перестать бухтеть, там, и так далее, и так далее, и тому подобное, и освободить все вот какому-то вот этому крылу. Предоставить ему все удовольствия в жизни. А президент окончательно перейти на эти позиции. Но произошло прямо обратное. Все, что мы видим, к этому не имеет отношения. Ибо и пенсионная реформа, и многое другое, это реализация на практике предложений этого крыла, компрадорского, стремящегося вписывать страну в глобальный мир, в который вписать нельзя. Отсюда все сумасшествия, нынешние эпохи, все сумасшествия. Вряд ли кто-нибудь сомневается, что в конфликте господина Навального с какими-нибудь нашими силовиками моя симпатия на стороне силовиков, да, с какой бы стати. Но я же не могу не видеть, что происходящее отдает какой-то странностью. Во-первых, я хочу заметить, что дуэли в Российской империи были запрещены, как и всюду. Не было страны в мире, на которой дуэли после рыцарских поединков были разрешены. Во Франции за них карали так же, как в Российской империи. Кто нет, может прочитать «Три мушкетера». Перечитать. Поэтому шеф-жандарм Бенкендорф не может говорить, что он хочет сражаться, я не знаю, с кем там, с каким-нибудь смутьяном на дуэли. Он не может этого делать, потому что его ведомство должно блести, чтобы дуэли не было. К этой традиции нельзя адресовывать. Это первое. Второе. Адресация к этой традиции – это адресация к силе, которая, естественно, порождает эскалацию того же самого. Если дискуссия должна решаться методом силового поединка, то это означает, что возникает много желающих осуществить силовой поединок. И тогда любому лицу, которое с позицией силового превосходства предлагает поединок своему интеллектуальному оппоненту, могут предложить то же самое лица, более компетентные в силовой сфере. Чемпионы мира по рукопашному бою, по фехтованию – что они немедленно начинают делать? И, наконец, третье. Если в результате подобной эскалации единственным, кого надо слушать, будет чемпион мира по рукопашному бою, потому что всех, кто ему возражает, он замочит, то рано или поздно найдется желающий вынуть пистолет и сказать, чемпион-то не чемпион, а с четырех метров. И тогда главным, кто будет нас учить жить, будет чемпион по стендовой стрельбе или по какому-нибудь еще виду спорта. Ясно, что это вообще невозможно. Ну, невозможно. То, что происходит в Приморье, невозможно. Этого никогда не было. Никогда, нигде. Это вот то, что говорили волшебник Чуров. И я говорил, это же чушь собачья, это так легко проверить. Вы берете вот эти первичные протоколы первичных избирательных комиссий, да, складываете их вместе, получаете результат Центра избиркома или Краевого избиркома, неважно. Это проверяется в 40 минут. Поэтому все, что осуществляется в мире, осуществляется иначе, по некому сговору, да, там, подменами объектов, там, ну, только не так, что на избиркоме висят одни цифры, а в первичных протоколах другие. Теперь же сделано это. В одной из закавказских республик, где я присутствовал, я спрашивал бородатых молодых людей, говорю, скажите, это бывает, что при 100% явке 105% проголосовало за вашего кандидата? Он говорит, у нас все бывает. Я говорю, а как бы, что делает при этом ваше ОБСЕ? ОБСЕ, говорит, в той комнате пьяный лежит. Все. Говорю, есть ли хоть одна проблема? Говорит, проблема есть одна. Как эту бумагу, урну, запихнуть туда? Да? Я думал, что это специфика, грустная, регрессивная специфика одной из небольших южных республик, да? Теперь выяснилось, что это, это родина моя, да? Больше 100%, там, что угодно, 100-100, 100 явка, 100, есть радикальное изменение результатов при пересчете, там, выше 95, после 95% голосов. Это безумие. Это дискредитация системы. Это люди, которые уже не понимают правил, им уже ничего не нужно. Когда мне говорят при этом, что там криминал, криминал везде. Мы построили криминальную систему. Она не могла быть другой. В условиях, если нужно было построить капитализм за пять лет без первоначального накопления капитала легального. Все. Это было ясно, что это будет бандит. Но теперь оно по-бандитски все и выясняет. Так это и будет происходить дальше. Как только рухнет миф о том, что эта партия, прикрытая авторитетом Путина, всегда будет побеждать, появится желающий конкурировать. И это не важно, как будет называться. Это все равно будет местная братва, которая хочет перееделить рынки. Портовые хозяйства, главные доходные объекты, отрасли. Это неизбежно будет происходить. Значит, система вдруг взяла и сошла с ума. Я же не сейчас начал это говорить. Помните, какая-то, ну мы убрали ее потом, какая-то, не можем, депутатша там, кто-то, как это, издевалась над коммунистами, какие-то странные песни там происходили, бог знает что, ульяновские, да? Ну вот как это я говорю, так не ведет себя Единая Россия? Единая Россия – это хорошо одетые строго, скупо люди в темных галстуках, которые говорят, здравствуйте, мы пришли, будьте добры, руки на стол. Да? Это, вместо, вот этот весь хамеш, это раскручивает, как это, это распальцовка, это другое. Это хуже, чем 90-е годы. Значит, система сходит с ума, потому что она не делает того единственного, что она должна сделать. Она должна готовиться к автархии. Объясняю, к автархии в России, чтобы приготовиться, нужно 3-4 года. Никто из сидящих за год не заметит, кафе будут так же работать, все будет нормальное питание, все будут одежды и ее разнообразить. Ничего не надо, это Россия. Это не Дания. Но к ней надо готовиться прямо сейчас, потому что это обеспечат другие, извне. Этот бойкот будет нарастать. Всякий расчет на то, что он будет прорван в Азии и так далее, это безумие, не будет этого. И мы видим, что этого нет. Никакие маневры тут не спасут. Это тоже маразматирующая американская система, которая будет долго ковыряться, лениво, там, с какими-нибудь дырами. Но она рано или поздно обложит это все, как бы, железным занавесом снаружи. И что тогда будет происходить? Это глобальная экономика, которая построена здесь. А здесь построен именно филиал глобальной экономики. Это и есть и слибы. Дело не в том, плохие они или хорошие. Они ничего другого не могут. Это их символ веры. Они не обеспечивают автархию. Этот тип глобальной экономики держится на колоссальных заимствованиях. Это все время кредиты, кредиты, запад, там, туда и так далее. Если кредитов внешних нет, то начинается кредитование внутреннее. Старшее поколение сидящее здесь помнит, что это называлось облигацией золотого займа, там, не говоря, там, как это, с 48 по 54, я не помню точно годы, но вот это вот конец сталинской эпохи, да? Потом уже 20 лет что-то отдавали, там, я не помню, не отдавали, неважно. Пародия на коллективизацию. Теперь коллективизируем этих пенсионеров. Откуда-то надо брать. Экономика так построена. Ну и что? Это значит, мы строим в отдельно взятой стране филиал глобальной экономики, при которой, так сказать, Нью-Йорком России является Москва, а все остальные это Африка. Но это же не может быть устойчивым. Все разговоры о том, что мы весь мир обогнали в гонке вооружений, они бессмысленны. Обогнать в гонке вооружений нельзя, в принципе. Америка достаточно серьезная технологическая страна. Видит Бог. Зачем, как бы, ужасные черты, так сказать, своего противника превращать еще и в его ничтожество? Зачем? Это очень сильный противник. Значит, совершенно непонятно с этого момента, что делается, что, в чем заключается компромисс между этими крыльями. А дальше возникает главное, что пока эти два вектора были вот такими, и эти консерваторы говорили почти то же, что либералы, то вот здесь вот, в промежутке, была достаточно серьезная содержательная линия. Можно было проводить политику. А вот скажите, что вы должны делать, если вектора вот так построены? Вот это консервативный, это либеральный. Вот вы, как посредник, что должны делать? Вы должны обеспечить политику нулевого градуса. Было такое произведение около нуля, да? Так вот, около нуля. А что? Что не скажи какой-нибудь икс сюда, он не устраивает либо либералов, либо консерваторов. А после того, что произошло пенсионная реформа, возник вопрос, а они вообще есть? Это кто? Если дети этой силовой элиты находятся в Евангелии или где-нибудь еще, то они как? Они, так сказать, они кто? Компрадоры, националы? Кто они? Где оно, это консервативное крыло? Это является классическим парадоксом всех рушащихся модернов, всех оплотов, уничтожая их американцами. Что такое Мубарак? Это человек, который обожал Запад, хотел существовать там, который, так сказать, вертелся в международных фондах, там его семья и все куда угодно. Они 10 раз были закручены там. Когда его начали ликвидировать, то, а, а, что же это такое? Что делаете? Почему? За что, братцы? А кто такой Каддафи? Это человек, который обожал ставить свой шатер там где-нибудь на главной площади Лондона и там жить, там хлопать по плечам каких-нибудь своих западных партнеров и так далее и тому подобное. Все эти режимы, будучи модернистскими, то есть стремясь к развитию каких-то своих систем, худо-бедно обеспечивали какой-то же уровень жизни населению. При Мубараке Египет жил лучше, чем Каддафа-то ни было. При Каддафе Ливия жила лучше, там Тунис при Баналии жил лучше, да, и так далее. При Януковиче, вот сказать, человеке, как бы, при имени которого у каждого патриота должно возникать чувство глубокого стыда, да, у Януковича, так сказать, Украина давала достаточно высокие проценты. Роста экономического. Но все эти системы были бесконечно спутаны с Западом. Почему Янукович? Он сидел на телефоне и ждал, что ему скажут Запада. Ему говорили разные вещи. Но то же самое было с Милошевичем, который все размышлял. Ему там долбануть все-таки силами сербской армии там по интервентам. Или не долбануть. И ровно один человек ему говорил из американского эстемблишмента долбани, а другой говорил, не надо, пока не приехал в Черноморье. Им же всем все обещали. Милошевичу одно, Януковичу другое. Все сегодняшние, так называемые, национально-суверенно-консервативные вот эти вот режимы, они безумно двусмысленные. Они носят реликтовый характер. Это не капитализм, это реликтовый капитализм на фоне посткапитализма. Мы переживаем совершенно новую ситуацию мировую. Настрее этого конфликта и в качестве главного национально-буржуазно-суверенного государства, которое противостоит глобализму, выступила опять Россия. Ни Китай, ни Вьетнам, ни какая-то мифическая консервативная Европа, а Россия. Вот эта Россия со всеми ее уродствами, маразмами и всем прочим. Она вдруг стала фактором сдерживания. Единственным. Отсюда возникает вопрос. Можно ли, выступая на поклонной горе, сказать, я сторонник в политике Путина? Нет, нельзя. Это неправильно. Это аморально. Можно ли не поддерживать государство на поклонной горе и перейти на Болотную или на Сахарова? Нет, нельзя. Много раз думая об этом и переживая с момента, когда это случилось до последнего часа своей жизни, что произошло с Советским Союзом, много раз думал, а я что, мог пойти к Ельцину? Вот морально. Нет. Я понимал, что это заваливается, я понимал, что это тупо себя ведет и так далее и тому подобное, но туда-то пойти было морально невозможно. И когда посреди Болотной и Сахарова замаячивал еще и просто некая возможность, я говорю, возможность передачи в своих нестабильности наших ядерных объектов под международный контроль, то стало ясно, это все поддерживать нельзя, это надо останавливать. Но беда-то заключается в том, что реликтовые, модернистские вот эти системы, будучи вот так противоречивыми, как это, они сами себя разрушают. Вы можете десять раз как бы пытаться им помочь. У них есть своя логика маразматическая, они сходят с ума, и мы видим этот факт сумасшествия системой. Мне казалось, и в каком-то смысле я сохраняю реликты надежд на нечто подобное, что президент Путин поймет, что ему надо отделиться от этой системы, потому что системе-то хочется на Запад, а Западу хочется его просто уничтожить. Элементарные соображения выживания должны обеспечить политического отделения от этой системы. Первые признаки неотделения от системы, конечно, были изменения вот этих горячих линий президента, когда его вдруг посадили в какой-то аквариум, да, и лишили всякой связи, хоть с какой-нибудь тусовкой, хоть пять раз отобранной. А он там сидел и кшался с министрами, да, с которыми надо было то ли выяснять отношения, то ли наоборот. Стало ясно, что что-то нехорошо. У этого «нехорошо» есть название «перестройка-2». Мне кажется, что всякие параллели между Путиным и Горбачевым здесь неуместны по нескольким причинам. Во-первых, Путин ненавидит Горбачев. Во-вторых, как бы, в отличие от него, он каким-то волевым потенциалом обладает, да. В-третьих, все будет настолько жестко, что по-горбачевски уже не будет. И в-четвертых, никто уже никаких Нобелевских премий выдавать не будет. Будут расстреливать или более жестоко уничтожать. Ситуация гораздо более свирепая. В этом смысле фундаментальность краха коммунизма, Советского Союза и всего прочего выдвинула на авансцену исторического процесса две силы. Асада, Мубарака, Каддафи, Бенали, Путина как лидера и так далее, и американский глобализм в обнимку с ИГИЛом, так сказать, Аль-Каидой и всем прочим. Остаются державы, которые твердо движутся по пути развития. Это Иран. Я не знаю, куда будет двигаться Турция, это вопрос очень сложный, но Иран-то хочет этого развития. И Китай, и страны Азии, которые осторожно маневрируют. Конфликт между глобализмом и национально-соверенными реликтами не завершен. Реликты – это большая часть мира. И если эти реликты победят американский глобализм, возникнет новая реальность, потому что тогда возникнет вопрос, что делать с человечеством. А ответ на этот вопрос имеет только две силы. либеральный нацизм глобалистического образца, он будет его ликвидировать соответствующим способом, да, сворачивать и разрушать. И коммунизм. Реликтовый капитализм не вернется как в том виде, в котором он был в XIX веке, как сила, обещающая чудеса. Он дискретирован окончательно в Первой мировой войне. Если бы не было коммунистов, он бы рухнул еще намного раньше, превратившись в абсолютный фашизм, он удержался за счет возникновения Советского Союза и всего прочего, как какая-то гуманистическая сила и, так сказать, под фанфарой оказался слить вместе с крахом Советского Союза. Поэтому, с одной стороны, в существующей ситуации мы обречены каким-то способом защищать национально-буржуазно-суверенное государство, а с другой стороны мы прекрасно понимаем тупиковость всего, что с ним связано. У нас в особенности, но везде. Мы можем предъявить сто претензий этому государству и этой элите у себя, но все эти претензии предъявляли египтяне. Все эти претензии предъявлялись в каждой точке, потому что это реально так. Это реально реликтовая система, погрязшая в коррупции, полицейщине, растерянности, двусмыслии. В Феверной Корее все будет в порядке. Она еще взлетит. Потому что там нет двусмыслия пока что. Может быть, оно в следующем поколении возникнет. Рухнет ли Китай, мы не знаем. Когда это погрязнено вот такой вот двусмыслием, дальше-то что делать? В этом смысле постоянный вопрос возникает в том, как сочетать напряженное сопротивление безумию с защитой государства. Ни режима, ни власти, ни отдельных лиц, а просто государства. Как сделать, чтобы в момент, когда все это произойдет, не рухнула следом за властью еще и государственностью? Это может произойти быстро. Очень быстро. В считанные годы. Не сразу. Создание общества полностью определяется тем, что было сделано при распаде Советского Союза и крахе коммунизма. Как говорил Павел Петрович Раскольникова когда-то говорил, кто же убил старуху? Он говорил, да вы и убились. Общество находится в очень поврежденном состоянии. Оно не будет суперактивно реагировать, но его реакции оказывается, что достаточно, чтобы система рухнула. И все оказалось погружено в такой нагревающийся бульон. Системные оппозиционные партии ничего не сделают. Хочется верить, что они сделают. Ничего против них не имею. Но они ничего не сделают. Это видно. А правящая система занята самоликвидацией. Об этом говорит все. Она встала на странный, безумный путь самоликвидации. Вот это дело Скрипалей, да? Это тут сидят ребята, которые сидят. Это наша любимая советская группа? Это оно? Рожи свои показывает. Оно уже разучилось паспорта менять, менять пластику лица и все прочее? Это что все такое? Ну и в какой бы точку вы ни взяли, в каждой точке вот так. Маразм крепчал. Я это помню. Здесь сидят люди в другом возрасте. Я это помню. Это в 88-й год, когда было ощущение, что, так сказать, номенклатура уничтожает собственную власть и государство. Она обезумела. В этой ситуации я как бы объявляю о твердом восстановлении клуба содержательного единства. Зазидания клуба будут проходить раз в две недели. Мы будем пытаться этот клуб укреплять, потому что разговор на тему о державе как-то он возник. Сколько бы я не любил изборский клуб, мне как-то кажется, что там этот разговор будет недостаточно внутренне свободен. Вот. Может быть, я ошибаюсь, но будет два клуба. Очень хорошо. Это будем развивать, это как бы хотим укреплять снова. И здесь уже разница между съезжателем единства и сутью времени. Процессы приобрели бы катастрофический характер уже в 2012 году, если бы молодежь из сутью времени не вышла на митинг на Воробьево-город, который запустил потом поклон. Поэтому, когда меня спрашивают, почему говорили, в 2017-м все начнет наворачиваться, а оно не навернулось, говорю, потому что в 2012-м один раз затормозили, а в 2014-м в Донецке второй раз затормозили, остановили тоже антигосударственный мятеж. Началом которого было бегство из Славенска, но он не кончался этим. Он имел все дальнейшие продолжения. У меня по поводу этой молодежи было некоторое ощущение, которое и стало для меня ориентиром моей жизни, начиная с 2012-го года. Эта молодежь, безусловно, бескорыстна. Все эти анекдоты по поводу того, что она корыстна, по-моему, уже в них не верят даже те, кто их сочиняет. Она абсолютно бескорыстна, она политически активна, она любопытна, энергична. Недостатки я ее оспатывать не буду. Перечисленных достоинств для меня достаточно, чтобы начать работать. Мне как бы длинные мои собеседования с активом этой молодежи говорят о том, что молодежь совершенно не рвется в ЗАГСобрание или Думу. Она гораздо больше хотела создать какое-то такое супермощное СМИ еще с интеллектом и с какими-нибудь идеологическими составляющими, чем-нибудь еще. Бурную точку роста. Для меня же вопрос заключается в том, что у меня все время в памяти возникают строчки из стихотворения тючева, посвященного декабристам. Я по памяти прочитаю. «У жертвы мысли безрассудной вы уповали, может быть, что хватит вашей крови скудной, чтоб вечный холод растопить. Едва дымясь она блеснула над вековой громадой льда, зима железная отдохнула, и не осталось и следа». Ленин сказал, что след остался, и он был прав. Декабристы разбудили Герцена и так далее. Но вот что касается всего советского, что было, всех жертв этого великого эксперимента, всех подвигов и всего прочего, риск был велик, что 2020 году не останется и следа. К моему глубокому прискорбию таким следом считать КПРФ я не могу. Не будем, без комментариев. Да? И страшно хотелось, чтобы молодежь из сути времени стала каком-то вот этим центром вот этого все-таки хранения советского наследия, его развития и какого-то его наступательности. Да? Таким Heritage Foundation в советском варианте. Да? С соответствующими возможностями масс-медийными, идеологически-интеллектуальными и прочим. А также коммунами, которые вот и воплощают эту идею нового человека, пытаются воплощать, которая в сущности лежала в основе коммунизма и нереализованность которой привела к локраху, как я считаю. Наверное, в условиях начинающегося такого турбулентного процесса я не могу уже говорить так, как я говорил в предыдущие годы, что вот внутри этой стабильности будет возревать нечто новое, социальное новое тело, социально-политическое, а неважно духовное, и что вот это возревание и есть миссия. Если тут закипит, то ни о каком возревании этого тела речи не будет. Поэтому вести себя придется сообразно параметрам ситуации, не философски, стратегически, а ситуационно. На сегодняшний момент члены движения «Суть времени» собрали, как я понимаю, то ли под миллион, то ли чуть более миллиона, неважно, живых подписей с оставленными там данными, под определенным посланием о недопустимости пенсионной реформы и целом наборе требований. Когда мне говорят, что другие что-то собирали и собирают, то я никоим образом не хочу возражать. Даже если бы знал, что никто не собирает, я бы сказал, собирают, собирают. А я знаю, что где-то кто-то что-то собирает. И КПРФ собирает, молодец что-то собирает, и там «Справедливая Россия» что-то собирает, Павел Жириновский не собирает, но если не собирает, правильно делает, а собирает тоже правильно делает. Неважно, Я сейчас меньше всего хочу выяснять отношения с этими акторами. Мне просто, как всегда, казалось, так и кажется, что там происходит то ли какая-то приторможенность разума, то ли легкая двусмысленность, я не знаю. Ну, например, вот нельзя собирать подписи под опросом социологическим. Вы за, вы против, это нельзя делать. А опросы, как все знают, нельзя проводить на митингах или где-нибудь еще. Их надо проводить в электричках, в кафешках или где-нибудь еще, чтобы нейтральный был материал, случайный. Это случайная выборка на митинге, выборка уже не случайная. Поэтому с точки зрения опроса применить это невозможно. С точки зрения отсутствия живых подписей тоже. Попытка предъявить какие-то ксерокопии с Change.org, американского ресурса, в виде аргумента, носит тоже несколько странноватый характер. Потому что каждый человек знает, что Change.org совсем никакими возможностями влияния на русскую политику не обладает. С таким же успехом можно предъявить какое-нибудь стихотворение. Даже, может, Луч. Шекспир, да, как-то. Я все время осмыслил некоторые строки. Вот он гнойник довольства и покоя. Все сказано точно. Довольство и покоя. Я всегда пропускал слова. Прорвавшись внутрь, он не дает понять, откуда смерть. Вот это имеет... Может быть, если бы эти строки поняли все, кому стоит участвовать в политическом процессе, может быть, это было полезнее, чем Change.org. Потому что Change.org не бесполезна абсолютно. Опросы тоже бесполезны. Суть времени собрала и соберет вот этот миллион, и мы ему вручим. Речь идет о живых подписях с соответствующими всеми необходимыми параметрами. Поскольку президент России когда-то сказал, что уже 100 тысяч достаточно, чтобы начать какое-то рассмотрение процессов, то я думаю, что миллион это уж тем более достаточно. Но поскольку система обезумела, и никто не может понять, до какой степени, то я не могу прогнозировать поведение иррационального субъекта, гордящегося своей иррациональностью. Я не понимаю, что будет происходить. Я только знаю, что это нужно было сделать, чтобы в этом был долг перед страной, чтобы мы этот долг выполним, чтобы мы выполним до конца. А дальше начинается масса вопросов. Я приветствую все митинги, в которых протестуют по поводу пенсионной реформы. Приветствую. Но я никогда не знаю, кто на них будет. И что это будет означать на практике? Это вопрос, блестящий ответ на который дал Иосиф Северенович Сталин. Чем заключается теперь состояние оппозиционного блока? Получилось так, что с точки зрения арифметики они должны были иметь плюс, ибо сложение сил дает плюс. Но не учли того, что кроме арифметики и алгебры не всякое сложение дает плюс, ибо все зависит не только от сложения сил, а только и знаки стоят перед слагаемыми. Сложение сил с Навальным или даже Явлинским это не усиление, это ослабление. А я никогда не знаю, что там будет происходить с этим всем. Поэтому я настаиваю на том, чтобы с одной стороны, вот сейчас ситуационно, суть времени занималась тем, что она героически выполняет, то есть собирала этот миллион, да собирала, вручала, и что следующие параметры будут определены на следующей неделе. Мы будем думать о том, чем мы занимаемся дальше. Я просто ровно в одинаковой степени не хочу, чтобы суть времени смешалась с деструктивными силами или со властью. Когда мы предлагали замешать это все на власть, это объединенный фронт, я категорически отказывался, причем это был конфликтный процесс. Когда речь сейчас идет о том, чтобы это все смешалось в ту сторону, я точно знаю, что из этого ничего хорошего не будет. Нет и не может в этом быть добра. Вопрос, что суть времени может делать сама и какие возможные позиции, при которых она с кем-нибудь более или менее договороспособным будет объединяться, это вопрос ситуационный. Подставив нет традиционных ценностей, и в сути времени удалось на какое-то время договориться с церковью. Это было разумно и в высшей степени конструктивно. Я был бы просто счастлив, если бы можно было договориться с профсоюзами. Но я выражаю глубокие сомнения по этому поводу, и, по-моему, эти мои сомнения близки сердцам собравшихся. Вы в большинстве своем понимаете, что с таким же успехом можно договориться и с другими ведомствами соседними. Но главное, что если эти ведомства дадут машку профсоюзам, то профсоюзы вдруг оживут или не оживут. Это будет зависеть от этих деталей. А я не хочу, чтобы люди, которые доверились мне, зависели от этой конъюнктуры. Поэтому я приветствую любое протестное движение, находящееся в рамках закона. Я считал и считаю, твердо считал всегда, что улица не должна менять власть. Власть должна менять выборы. И на поклонную мы вышли для того, чтобы показать, что ни-ни, 250 тысяч людей или 100 тысяч людей не должны менять власть в стране, в которой 100 миллионов избирателей. Этого не должно быть. Это не демократично. Тем не менее, процессы будут двигаться по их собственному закону. Решающей в этом движении будет степень неадекватности власти. Ей можно было бы вручить полный неадекват, если бы она в Приморье своего ставленника таки вывела в губернатора. Можно было бы сказать, все, они сошли с ума полностью на 100%. Ей можно было бы присвоить адекват, если бы они просто признали победу этого коммуниста. грустно было бы небольшим держателям определенных активов в регионе, да и то не так сильно. Они бы быстро поделили активы снова. Никто больше бы не заметил разницы. Но они этого не сделали. Несколько слов об основных параметрах. Говорил, скажу еще раз. Единая Россия проиграла в среднем на этих выборах, которые начались еще до того, как принят закон о пенсии. 20 пунктов примерно. 18-20 пунктов. Это больше, чем процентов. Понятно почему, да? Если Единая Россия имела 70 и стала иметь 35, то она как бы потеряла не 35 процентов, потеряла 35 пунктов или 50 процентов того, что имела. Понятно, да? Есть регионы, где она потеряла 20 процентов голосов, имея перед этим 50. Значит, она мне как бы 20 процентов потеряла. Она имеет 30 вместо 50. Поделите одно на другое и вы получите, что она потеряла 60 процентов. Понимаете, да? Это начальная часть тренда. Через год все будет резко хуже. Это первое. Второе. Губернаторские выборы тоже все показали. Не было ничего подобного. Раньше и теперь мы видим еще безумие, бездарность и все прочее, что комбинируется определенным образом с этими неудачами. Третье. Процесс будет идти с ускорением. и это будет значить, что Единая Россия все более и более напряженно будет прятаться под другими масками. За счет чего она как-то зацепилась-то? За счет мажоритарки, где она прячется. Она не выдвигает лозунг «Голосуйте за Единую Россию!» Кандидат Пупкин, да? Он говорит, «Голосуйте за Пупкина!» А кто Пупкин, хрен его знает, да? Больше или меньше напустим тумана, глядишь и проголосуют. Тумана будет напускать все больше. Партия будет бегать от самой себя. И затем сработает эффект понижения рейтинга Путина. Он потерял 15% сейчас и потеряет еще 20% в ближайшем полгодии. Затем начнется дестабилизация. При определенных потерях передавать преемнику власть невозможно, если только не делать преемника околтелым имитационным противником путинизма. Но вряд ли Вадим Владимирович хочет этого. Американцы потребуют в виде скромной сатисфакции за неусиление санкций отдача Крыма. Отдача Крыма означает полный крах всей существующей системы. Полный, до нуля. Ее больше не будет. Поэтому это сделать невозможно. Да, она это делать и не собирается. Самое страшное качество существующей системы, что ей кажется, что все в порядке. Сидят тут, знаете ли, какие-то странные дядечки машут руками, а нам-то все хорошо. Мы же победили. Заместителей нет. Ничего страшного, если бы победили партии «Справедливая Россия», Жириновский и Зюганов, не было бы. Кто бы из них не победил, или они все вместе, не имеет значения. Просто не это будет. Очень быстро будет разочарование в системной оппозиции так же, как и во власти, а дальше в игру вступят несистемные силы, которые вовсе не собираются внимать словам о том, что только урна и так далее и тому подобное. В некоторых регионах наши сутевцы собирают подписи, подъезжает милиция мирная достаточно и начинает разговаривать, а вот что, куда дайте объяснение, неважно. Дайте объяснение, они иногда о ужас даже сами подписываются. В любом случае, как это за вас, а все прочее. Там все очень мирно в основном. Они говорят, что везде. Где-то не так. А те, кто подписывали, уже стоят и наиболее активная мужская часть, у них в глазах уже стальной блеск по отношению к этим дяденькам, которые ни ухом, ни рылом, ни при чем абсолютно, ничего плохого не делают. Я помню этот блеск по Фергане или другим регионам Советского Союза. Это очень нехороший блеск. Когда именно сорвут резьбу, мы не знаем. Все остальное детали я буду обсуждать в сути времени. Подчеркиваю еще раз, на сцене мирового политического процесса все равно буржуазная консервативность и глобализм. нужно сделать все возможностей, чтобы буржуазная консервативность, социальная и прочее победила этот глобализм. Самое страшное внутри это испорченность самой этой консервативности и даже непонятно, есть ли она как такова. Тогда будет сметено все, и дальше каша будет завариваться уже внутри этого глобализма, который покажет такую диктатуру и такую свирепость, по отношению к которой все нынешние страдания будут ничем. Санкции будут усиливаться, думаю, что это вызовет серьезное неблагополучие. У нас главный параметр сколько будет стоить доллар в рублях. Серьезное неблагополучие. Система находится в состоянии абсолютного самодовлетворения, которое приходит в панику мгновенно при любом толчке. Система полностью напоминает как таковая Януковичевскую или там Сержа армянскую. Она вот такая. Вопрос о Путине для меня до сих пор открыт, но это же не может продолжаться долго. Тут дедлайн очень близко. если система такова, а верховная власть не отделяет себя от системы и вылочется с нею, то возможен крах в течение трех лет. замещение его системными оппозиционными партиями невозможно. Не потому, что этого не хочется. Я с любой из этих партий найду общий язык. Прекрасно. они они более или менее державные. У меня нет никакого личного интереса, чтобы было так. Просто они не держат нагрузку. Кроме того, там будет дальше триумвиры начнут выяснять отношения между собой. страна этого не выдержит. Авторитарная полицейская реакция возможна, но она будет крайне неэффективной. Она купит отсрочку на два-три года, после которой процессы пойдут уже просто совсем в разнос. Настроения в обществе немирные, совсем немирные. У нас как в движении «Суть и времени» была возможность, как вы понимаете, собирая миллион подписей, провести развернутых 100 тысяч социологических опросов под названием беседы. Мы не хотим на них ссылаться. Мы вывесили очень много роликов, ребята прекрасно их сделали. Вообще я должен сказать, что в движении «Суть и времени» проявило абсолютный героизм в этом интервале времени. Не могу выразить свое восхищение всем, что происходит, но добавить только одно, что одного этого героизма в условиях масштаба процессов текущих крайне недостаточно. Что нужно, это отдельный вопрос. Теперь дальше. Дальше нам надо разбираться с пенсионной реформой. Дальше я бы согласился не только заплатить большие деньги, но и отдать несколько лет жизни, чтобы с ней не разбираться. Я это ненавижу, я не бухгалтер, не я все время боюсь ошибиться, но я твердо знаю, что на сегодняшнем горизонте ни у кого нет вообще никаких предложений, что все предложения сводится тому, что заморозить то, что есть. Но то, что есть, заморозить нельзя по трем соображениям. Первое заключается в том, что элиты пошли в разнос и заставить их заморозить можно уже только таким давлением, после которого уже будет не до реформы. Как говорил Василий Иванович, когда Петька к нему забежал, говорит, Василий Иванович, Белоха в лесу, он говорит, оставь Петька не до грибов сейчас. Так вот, нам будет не до грибов в момент этой остановки. Второе, потому что это какой-то с моей точки зрения монструозный гибрид советскости и криминального феодализма. Я, например, абсолютно не могу понять, чем занимается пенсионный фонд. Вы знаете, за что американских шпионов отзывали? Они не могли ответить на три базовых вопроса госдепартамента. Что такое Кузькина мать? Хрущев сказал, что мы покажем Кузькину мать, но никто не понимал, что покажет. Что делает ДСААФ и на какой волне работает Ереванское радио? Так вот, ответить на вопрос, что делает пенсионный фонд, невозможно, потому что он ничего не делает. Он съедает на самообеспечение 7% пенсионного ресурса, то есть огромные деньги, но он ничего не делает вообще. Но он есть. И мне кажется, что задача заключается в том, что если Россия сегодня движется в той траектории, в которой она движется, и если ее сегодняшняя задача это вот эта задача социально-консервативно-буржуазная, то тогда необходимо оформление этого буржуазного государства в виде государства декриминализованного, рационального и способного что-то дать своим гражданам. Что это такое, я скажу чуть ниже после того, как выступит Юрий Вольфович. И наконец последнее. Только наступательные предложения с моей точки зрения, масштабные, очень крупные, могут переламывать ситуацию. Никакое тормозительное движение, сколь бы я не мечтал о его победе, ничего не даст. нужно двигаться куда-то очень сильно. А я никогда не мечтал быть даже главным бухгалтером Советского Союза всего. Понимаете, не было у меня этого, я точно знал, что это не мое, что не мое, то не мое. Поэтому я думаю, что мы соберем какую-нибудь рабочую группу, я что-нибудь выскажу уже сегодня по этому поводу. Но перед этим я хотел передать слово Юрия Вольфовича, который вот я ведь в нескольких передачах говорил, там сюсю, мусю, там экономисты, зачем, куда, я верю в это, я верю, потому что мне кажется, что все показано, да, уже, то, что произошло в Приморье, и говорит, что раньше, чем они получат любую прибыль от этих своих пенсионеров, они получат просто отрубленные головы, а не прибыль, или что-нибудь в таком духе. Но на самом деле все-таки экономические показатели нужны, поэтому пусть Юрий Вольфович их расскажет, я ему верю больше, чем всему Минфину вместе взятому. О пенсионной реформе. Как мы понимаем, это одна из главных экономических тем, которые сейчас более всего интересуют общество. Мы ее уже обсуждали в июне и в газете, и в телевизионных выступлениях Сергея Ирландовича, но с тех пор некоторые вещи произошли. Что именно? Общество, конечно, очень напряженно ждало, когда выступит Путин и что он по этому поводу скажет. А он держал паузу очень долго, до конца августа, а дальше выступил по проекту с телевизионным обращением. Но все мы видим, увидели, знаем, что предложения президента, которые он заявил в конце августа, фактически являются косметическими правками того, что усердно делало правительство и Путин, причем саму реформу в том стиле и в том смысле, который создало правительство, он ее усердно, хотя и скажем так, неуклюже защищал. Он наиболее острые вопросы реформы просто сглаживал, иногда приводил неверные данные, которые, ну, наверняка он не сам выдумал, ему дали правительственные экономисты. Но что он, по сути, предложил, самое главное, что он сказал, надо менять, это не годится, это сократить увеличение пенсионного роста для женщин, то есть сменить его не на 63 года, а на 60, то есть по-равному добавить по 5 лет и мужчинам и женщинам, сохранить на переходный период неопределенной длительности те федеральные налоговые льготы, которые сейчас имеют женщины старше 55 и мужчины старше 60, то есть сегодняшние пенсионеры, а остальные льготы оставить на усмотрение региональной власти, то есть если она найдет деньги, так сказать, за скобками звучит. Дальше, установить административные уголовные наказания для работодателей за увольнение или отказ в приеме на работу по причине предпенсионного возраста, то есть за 5 лет до выхода на пенсию и заодно обеспечить предпенсионникам два оплачиваемых дня в году для проведения диспансированных работ для проверки здоровья и там при необходимости лечения. Увеличить максимальный срок пособия по безработице с 4900 до 11280 рублей и установить срок выплаты этого пособия в один год с момента назначения и, наконец, установить надбавку в 25% к страховой пенсии для неработающих сельских пенсионеров, если у них накопилось 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве. Вот все, что главное, что он, по сути, сказал и предложил изменить. Содержательную критику реформ, которая звучала перед этим в прессе, на трибунах, по телевидению, Путин фактически отметал. Например, он вообще не затронул вызывающий всеобщее недоумение вопрос о том, почему богатые отчисляют пенсионные фонды со своих доходов не 22%, как другие российские граждане, а всего-навсего 10%. И почему, если они добиваются для своих производств льготного режима, инновационные предприятия, территории ускоренного развития и так далее, то вообще меньше 60% платит. Но это так, в скобках. В своем выступлении Путин для оправдания повышения пенсионного возраста снова приводил ожидаемые, а нереальные возрасты смерти российских граждан, которые гораздо менее радужные, чем те, которые заявляло правительство. Путин объяснял, что нельзя без конца платить трансферты в пенсионный фонд из бюджета, потому что тогда не хватит денег на оборону, образование, медицину, и что еще нельзя тратить на пенсии нефтегазовые доходы, потому что из них формируется основная часть бюджета, и валютные резервы формируются в необходимом случае кризиса, а мировые цены на нефть могут упасть, и что мы тогда будем? Откуда пенсии? Путин сказал, что бессмысленно устанавливать прогрессивный подоходный налог, что богаты оплатили больше в бюджет, например, не 13, а 20 процентов со своей заработной платы. Поскольку, он, цитирую, это дает всего-навсю 75-120 миллиардов рублей в год, это мизер по сравнению с бюджетными трансфертами на пенсии в 1,8 триллиона рублей. Но вот здесь президент, или точнее подставивший его Минфин сильно слукавил. Например, во Франции, Великобритании и множестве других стран, подчеркиваю, включая Китай, минимальная ставка подноходного налога для самых бедных равна нулю, а максимальная составляет 45 процентов. Причем основные налоговые поступления в бюджет идут именно от богатых. Например, в Соединенных Штатах около 80 процентов федерального бюджета обеспечивается налогами, которые взимают с 20 процентов наиболее состоятельных, наиболее высокодоходных граждан. И именно такие прогрессивные шкалы налогообложения во всем мире считаются справедливыми. Далее, у нас в России сейчас, по данным французской консалтинговой компании Копегими, около 200 тысяч, более 200 тысяч семей, у которых доход более 1 миллиона долларов в год. И этот доход растет быстрее всего в мире. Вот какую структуру доходов населения России, которую вычислили ученые из МГУ, привел давно уже академик Нигматуллин. То есть мы видим, что 10% наиболее богатых и особенно 1% самых сверхбогачей имеют доходы в десятки, сотни, тысячи раз больше, чем средние граждане по стране. И сейчас ничего не изменилось. То же самое, только хуже. Например, в апреле нынешнего года журнал «Форс» написал, что в России по итогам 2017 года число долларовых миллиардеров выросло с 96 до 106 человек. Причем суммарное состояние всего 200 самых богатых граждан Российской Федерации, то есть чуть больше одной миллионной, увеличилось до 485 миллиардов долларов Соединенных Штатов. Это, заметь, больше, чем наши международные валютные резервы. А дальше поступил ежегодный доклад «The Wealth Report», который выпустила консалтинговая компания «Кнайтфранк». Так вот, этот доклад сообщает, что в 17-м году граждане России с состоянием более 5 миллионов долларов разбогатели в среднем на 25% и обладают суммарным состоянием 1,2 триллиона долларов. 1,2 триллиона долларов. Это, я проверял, это не описка, не ошибочная цифра. Так они проанализировали, так они заявляют. Если эти данные верны, то что это означает с точки зрения справедливого налогообложения. то есть, хотя бы не 45%, как в Китае, Франции или Великобритании, а 20%, которые назвал Путин. Не 13, а 20. Так вот, получается, что суммарный годовой доход наших богатых сферы богатых в целом превысил 300 миллиардов долларов или около 20 триллионов рублей по нынешнему курсу. А это означает, что если учесть профиль доходов вот такой вот у наших российских богатых и применить их доходом вот эти справедливые не 45%, а хотя бы 20% налогов, то налоговая прибавка в наш бюджет составит 4 триллиона рублей в год. То есть, это больше, чем вдвое превышает сегодняшние бюджетные трансферты в пенсионный фонд для выплаты пенсии. Правда, сразу говорю, что применить сверхбогачам мировой опыт налогообложения будет очень непросто. Их растущие сферы доходы из-за сверхлиберального российского законодательства накапливаются, не у всех, конечно, но у большинства, в основном за рубежом, в офшорных рюрисдикциях. То есть, здесь они существенных никаких налогов не платят. Но и имеющиеся в распоряжении правительства деньги, за счет которых очень многие экономисты предлагают резко нарастить бюджет страны и пенсионного фонда, Путин тоже обсуждать не стал. А этих денег, я скажу, очень много. И не только в бюджете. Во-первых, им много за счет того, что реальные цены на нефть уже давно, с марта 2017 года, превышают 70 долларов за баррель. А бюджет давно исполняется с ценой отсечения 40 долларов за баррель. Разница, то есть, излишки, выручки и налогов идут в фонд национального благосостояния, который успешно растет, но в развитие российской экономики никак не инвестируется. Во-вторых, денег много, потому что курс рубля к доллару с июля резко упал, и бюджет исполняется в заметно подешевших рублях. В результате, это данные Минфина, последние, неиспользованные остатки денег на счетах бюджета в Центробанке достигли почти 9,5 триллионов рублей. То есть, это почти треть консолидированного бюджета страны. Но при этом Международные валютные резервы России растут и превысили 460 миллиардов долларов. Это 38, более 38 триллионов рублей по нынешнему курсу. А Международный валютный фонд в своем нынешнем свежем сентябрьском только вот вышел неделю назад докладе пишет, что они к концу нынешнего года, наши фонды, должны достигнуть 498 миллиардов долларов, а через год к концу 2019 года увеличится до 560 миллиардов долларов. Но по обычным мировым меркам это стандарт, достаточным считается объем международных резервов, который покрывает стоимость трехмесячного импорта страны. Для сегодняшней России это примерно 55 миллиардов долларов. Наверное, нужно допустить, что в тревожной малопредсказуемой ситуации кризиса санкционной войны России правильно иметь гораздо больше, например, в четверо больше, то есть валюты, необходимые для годового импорта. Это примерно 220 миллиардов долларов. Но вот прятать в копилку резервов дополнительные сотни миллиардов долларов, вместо того, чтобы вкладывать их в крайне необходимое форсированное развитие страны, образование, науку, здравоохранение, пенсии, новые дороги, заводы, города. Это, простите, вызывает недоумение не только у российских экспертов, но и во всем мире. В мире экономисты чешут голову, зачем такие резервы России, почему она их под подушкой держит, в нычке, почему не тратит, дохода от них практически никакого. То есть доходность этих резервов копеечная, а экономика задыхается без денег. Непонятно. Я отмечу, что и практически все дубские партии, региональные органы власти и много разных экспертных групп предложили самые разные варианты поправок к проекту пенсионной реформы от небольших до очень радикальных. Путин в большинстве этих предложений в своем выступлении просто обошел вниманием. Но, разумеется, и премьер, и министры, и президент, и Госдума заявили, что они обязательно все эти предложения рассмотрят, изучат, обсудят и примут во внимание. Но теперь уже к самим поправкам Путина к проекту реформы, которые он высказал в конце августа и внес в Госдуму, еще накопились многие сотни возражений, дополнений от партии и так далее. Перечислять я их не буду, они заняли бы очень много времени. Но я хочу подчеркнуть следующее. И сам факт вала критики пенсионной реформы в экономическом, политическом сообществе и, как мы видим, крайне массовое и очень энергичное неприятие ее в обществе и великое множество тех изменений, которые в ней предлагают, все это показывает, что реформа совершенно катастрофически не подготована, не продумана, она сочинена и воткнута в ситуации вот того некого сумасшествия, о котором только что говорил Сергей Ирландович. Из регионов вал сообщений, что для реализации просто нет невозможности трудоустроить новых недопенсионеров, недоподлинных денег на льготы этим недопенсионерам, на диспансеризации. Ни у кого нет хотя бы приблизительного понимания, как вообще возможно и как распределять между ведомствами и бизнес-сообществом всякие функции исполнения реформы, переобучения недопенсионеров, это кто будет, расходы на него, кто будет нести. Тут вопросов сотни задаются, то есть и все эти вопросы без ответа. Когда мы обсуждали в июне эту реформу, когда общественная палата была, мы на ней выступали и задавали эти вопросы, список вопросов был огромный и Топилин, который представлял правительство Минтруда, гарантировал, что к сентябрю обязательно на все эти вопросы правительство даст внятные, исчерпывающие, рассчитанные ответы. Никаких серьезных ответов от правительства нет. То есть это абсолютно сырой неподготовленный и, я бы сказал, просто идиотский проект, который, как мы видим, пытается очень неуклюже смягчать президент в своих поправках. Вот я дам маленькую зарисовку из личного опыта. Псковская область, глубинка, ветшающие деревни, давно заброшенные поля, остановленные предприятия, почти все, работы почти никакой. Местное население, большинство, кормится в основном огородами, а летом, в сезон, собирают грибы и ягоды, издают за деньги на приемные пункты. Вот я разговаривал с мужиком, он ровно предпенсионного возраста, ему зимой, по-моему, будет 59 лет. Сейчас, пока работает временно в автодорожной бригаде, ремонтирует мосты и дороги. Работа тяжелая, туда мотаться, 50 километров на своем «Жигуленке», но платят, говорит, неплохо. Дочь и сын в Пскове уехали, там работают и живут, иногда внуков привозят. Жена на пенсии давно, занимается огородом и курами. В деревне из стариков почти никого мужиков не осталось, кто спился и помер, ну, в общем, кто уехал на заработки, там, в Псков, великие луки, как-то перебивается, деревня почти пустая. Таких большинство. Мужик на реформу, ну, совсем нецензурно выражается, иначе не может. Мечтал, наконец, уйти на пенсию отдыхать, уработался, а теперь работают только искать и куда-то опять мотаться, и еще попробую ее найти хотя бы временную. То есть, вот, такое, свирепая злость. Это вот один пример из моего личного опыта, но пример тревожный. Из регионов уже с Урала, с Кузбасса мы видим сообщение, уже идут сообщения о том, что на многих предприятиях началась, объясняют, якобы, в порядке, читаю, оптимизация персонала в виде низкого спроса на продукцию, сокращение, причем, увольняют преимущественно как раз работников предпенсионного возраста. А что делать? Закон о том, что их нельзя увольнять, примут, увольнять их будет нельзя, и что делать, как их держать, или платить штрафы и подвергаться уголовному преступлению за увольнение? Вот они превентивно увольняют, и это только начало, еще закон не принят, еще только разговоры идут, а уже люди готовятся. То есть, я повторю, очень многое показывает, что реформа именно катастрофически непродумана, непросчитана и неподготовлена. И вот у меня из всех предложений по реформе вот мне кажется наиболее разумным кардинальное предложение, которое выдвинуло справедливая Россия и много экспертных групп, такое, наложить моратории на принятие реформы минимум на два-три года, которые нужны на просчет и подготовку моделей, способа проведения какой-то совсем другой реформы. Сразу скажу, что в любом случае безболезнение для широких масс решений не найдут, если не поменять кардинально всю экономическую политику в стране. О том, как ее менять, Сергей Ирванович скажет, в том числе по пенсионной реформе, но я хочу здесь подчеркнуть, что в России до сих пор вот этот самый блок Сеслибов проводит всю экономическую политику в строгом соответствии с придуманным для этого, то есть для слаборазвитых стран рекомендации так называемого Вашингтонского консенсуса. Сочинили около 30 лет назад в МВФ и их именно взяло за образец, взяв под козырек правительство Ельцина-Гайдара. Главное в этих рекомендациях простое, там много, но вот главное максимально приватизировать ключевые отрасли хозяйства и финансовую сферу, максимально открыть экономику для свободного трансграничного движения капитала, то есть обеспечить приток иностранных и отток иностранных инвестиций, минимизировать бюджеты его расходы, в том числе социальные расходы, удерживать в узких рамках инфляцию. Вот основное вот это, потому сейчас в России в основном приватизированы ключевые отрасли хозяйства, потому у нас полно частных банков, которые занимаются финансовыми мехинациями и регулярно обрушиваются. с 2010 года из имевшихся у нас в стране примерно тысячи банков, раньше было еще больше, лишена лицензии почти половина, 460 по-моему, то есть почти половина банков за вот эти годы, всего за 8 лет ликвидировано, потому что эти банки либо неработоспособные, либо чисто махинаторские. И Набиулина уже говорила, что только за 4 последние годы на спасение, на санацию банков потрачено 4 триллиона рублей, а в этом году тратится еще один, то есть 5 триллионов рублей, это псу под хвост, извините, из экономики разворованная или растраченная только в одной банковской сфере. Это вот какие резервы в экономике. Но потому у нас независимый от государства центральный банк, который озабочен снижением инфляции любой ценой, больше он обязанности как бы не должен нести, он ее и снижает даже если это препятствует экономическому росту. Вот только сейчас он чуть-чуть ненамного поднял ключевую ставку с 7 до 7,25 процента. Это вроде немного, но сигнал людям, инвесторам, дан, что ставка, которая понижалась, понижалась, теперь снова начинает повышаться. А это означает, что для бизнеса и для потребителей будет стоимость кредита не менее 9% годовых. Но такая стоимость кредита это выше, чем рентабельность подавляющего большинства российских предприятий. вот видите, в основном рентабельность держится в районе 6-7 процентов. А как тогда брать кредит? То есть наши банки сейчас буквально захлебываются в деньгах и ищут, действительно, ищут надежных заемщиков. А заемщики за кредитами не торопятся. Они бы и рады инвестировать в работу, но с кредитом при таких ставках просто не расплатиться. При этом прогноз Центробанка по инфляции в следующем году увеличен до 5-5,5 процентов. Обещали держать не выше 3,5-4. Почему? Потому что принят закон о повышении НДС и происходит ослабление рубля. А прогноз роста ВВП напротив снижен до 1,2-1,7 процента. То есть та же самая власть, которая затевает затратную пенсионную реформу, она заявляет о том, что мы обеспечим экономический рост за счет того-то и того-то и сразу снижает прогнозы экономического роста и повышения инфляции. Это одна и та же власть. Вот как это можно понимать? А когда-то такой экономический рост, который потребовал Путин в своем майском указе и откуда возьмется вот тот самый рывок в развитии страны, на которой, между прочим, якобы должна дать деньги пенсионная реформа, как утверждал Минфин Силуанов. Дальше у нас опять-таки по советам ВВФ настолько либеральное валютное законодательство и настолько свободное это разграниченное движение капитала, что ежегодно из страны утекают многие десятки, а порой и сотни миллиардов долларов. Здесь не очень хорошо видно, но вот это 170 миллиардов долларов отток, это 130 миллиардов долларов отток. В этом году снова повысился по сравнению с прошлым. Недавно вышел отчет Центрального банка, который сообщил только за первый квартал нынешнего года, отток капитала из России составил 17,2 миллиарда долларов, а заодно ЦБ повысил прогноз поток капитала в текущем году почти вдвое, до 55 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим годом. Вот по тому же, по тем же рекомендациям МВФ России самая крохотная среди стран большой двадцатки доля бюджетных расходов ВВП. У нас федеральный бюджет меньше 16% ВВП, а консолидированный, то есть это вместе с бюджетами регионов, около 33% ВВП. Причем с каждым годом планово уровни бюджетных расходов России сокращаются, хоть чуть-чуть, а сокращаются. А вот, например, в еврозоне доля бюджета ВВП составляет в среднем 47,6%, а во Франции, вот, например, 56,2%, и даже в Соединенных Штатах самая богатая и самая как бы антибюджетная из развитых стран, в ней в полный бюджет 34%, то есть на процент больше, чем у России. И потому же, конечно, у нас самая маленькая среди стран Европы доля расходов на пенсии ВВП. У нас около 7,5%, а вот наши бедные бывшие друзья, бывшие соцстраны, которые вошли в Евросоюз, Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия тратят на пенсии больше, чем мы, от 8 до 12,5% ВВП, а уж ведущие европейские страны от 12 до 17% ВВП. Вот такая разница. Кстати, еще раз напомню, нынешняя пенсионная реформа также проводится в полном соответствии с давно заявленными рекомендациями, то есть фактически требованиями ВВП. И повышение пенсионного фонда, и сокращение расходов, все это просто было прописано давно в рекомендациях Международного Волевого фонда. Ну, а раз у нас крохотный бюджет, и раз деньги тратятся неизвестно на что, стоит ли удивляться, что даже небольшие расходы на поддержку пенсионного фонда из нашего бюджета уже оказывается для правительства очень болезненными. Экономическая неустойчивость российского государства нужно срочно что-то делать с этими расходами, 1,8 триллиона долларов. Но, кроме того, и без того низкую экономическую устойчивость нашу, в последние годы испытывают на прочность, как мы знаем, сразу несколько внешних факторов. Во-первых, до сих пор не завершився глобальный кризис, который резко сократил мировые российские доходы и благосостояние граждан. Это мы знаем, но это во всем мире произошло. Во-вторых, несколько лет аномально низкая конъюнктура мировых рынков углеводородов, нефти и газа. Это наши важнейшие экспортные поступления, в том числе в бюджет. Это, в-третьих, нарастающая война экономических санкций против России, которая началась после Бандеровского государственного периода на Украине, и это фундаментальные изменения в нормах глобального экономического взаимодействия, которые начались именно с приходом к власти в США с командой президента Трампа. Все это мы уже раньше обсуждали на клубах и в этом зале, и в газете, и в телепередаче «Смысл игры». Сейчас я не буду об этом. Сейчас кратко остановлюсь только на том, что новое в сфере санкций глобальных экономических норм. экономические санкции, которые с 2014 года вводили против нас штай и их союзники, в первую очередь страны Европы, а тогда объявлялись наказанием России за нарушение международных правовых норм. Но уже с 2016 года после нашего вмешательства в Сирии эти заявления ну совсем обнажились, совсем обнажились. Было прямо заявлено, причем не раз с высоких трибун. Цель санкций стоит в том, чтобы подавить российскую экономику и не допустить выхода России из статуса слабой региональной страны в статус державы, которая способна оказывать серьезное влияние на глобальную повестку дня и мировой расклад сил. А поскольку обнаружилось, что слабая региональная страна вовсе не такая слабая, упирается очень сильно и удары локальных санкций выдерживает, внешнеполитический курс не меняет, то наши американские партнеры начали изобретать и фальсифицировать все новые и новые поводы для ужесточения санкций, то есть для принятия очередных санкционных законов. Когда мы весной в этом зале обсуждали новый санкционный пакет, принятый Конгрессом Соединенных Штатов, мы тогда предупреждали, что не нужно рассчитывать якобы как несомненный факт, что этот пакет приносит в том числе ущерб и американской экономике, и европейской, и что, мол, поэтому здоровые силы в Америке и сам Трамп этот пакет будут смягчать или откладывать его исполнение. Черт из два, я прошу прощения. Не собираются они ничего откладывать и не обращают внимания на некие здоровые силы, которые что-то там вякают. Такие как бы здоровые силы действительно что-то говорят, но влияние на решение не оказывают. Санкции вводятся и выстачаются последовательно и неуклонно и, конечно, наносят все более серьезный урон экономическому развитию России. И они будут еще вноситься и нам очень сильно мешать. Но эти же санкции, подчеркнем, в определенной мере принесли и приносят России пользу. Именно благодаря санкциям, которые лишили доступа России к основным западным рынкам высокотехнологичных товаров и поставок важной оборонной продукции с Украины, двигатели, прежде всего, часть электроники, но и не только, у нас начал, причем форсированно восстанавливаться независимый производственный контур такой не только оборонной продукции, которую разрушили в постсоветское время. В основном, конечно, в оборонке, но и не только. То есть мы уже от двигателей почти независим, от электроники от украинской совсем независим, но наивно полагать, что мы независим вообще от импортных поставок. Благодаря санкциям, прежде всего, угрозе конфискации активов за рубежом, большая, существенная, скажем так, неподавляющая, но существенная часть крупнейшего российского бизнеса начинает переводить эти активы из офшоров из зарубежных стран в российскую юрисдикцию. То есть осознала то, что когда-то говорил Путин, возвращая эти активы, замучаясь, пыль глотать, сейчас они осознали, просто на практике, они все-таки люди не глупые и обладающие информацией, что точно, скорее всего, отберут, а переводя сюда активы, они заодно и налоги начинают здесь платить. Но, повторю, ущерб от санкций текущей для экономики очень велик. И из-за того, что многие утерянные советские производственные технологии быстро восстановить и восполнить ну просто невозможно. Ну исчезли просто люди, которые, в принципе, могли это делать, считать, изобретать, конструировать. И в том числе, конечно, из-за то, что государственные инвестиционные ресурсы, из-за вот такой экономической политики у нас очень маленькие и недостаточные для финансирования какого-либо экономического ревка, а ресурсы частного бизнеса, которые у него есть, и очень большие, как мы знаем, их инвестировать в долгосрочные проекты с неясными сроками окупаемости просто не хотят, не торопятся. Но они не знают, что будет происходить дальше в мире и в стране. Не могут, не хотят тратить деньги на то, что неизвестно, окупится или нет и вообще, так сказать, не уйдет ли вообще в трубу. А вот дешевому западному долгосрочному кредитованию полностью закрыт санкциями. Ну и кроме санкций и в контексте санкций на глобальное и на российское развитие начинает все более ощутимо влиять фактическое, причем очень резкое изменение реальных норм экономических отношений в мире. До недавних пор оно как бы иногда нарушалось, иногда грубо нарушалось, но существовало и получало репрессивные ответы. Это было регулирование норм, созданными еще в 44-45 году при создании ООН глобальные учреждения, Международный валютный фонд, Всемирный банк и равное соглашение по тарифам и торговле, которое потом превратилось в ВТО. Именно ООН, это все санкционировало ООН, именно ООН, а также ВТО, санкционировали или не санкционировали международные санкции против каких-то стран или организаций. Именно в ВТО рассматривались международные торговые споры, оправдывались или отменялись тарифные торговые барьеры, накладывались штрафы на незаконные санкции и так далее. А сейчас мы видим, что изменилось. санкции вводятся без какого-либо решения ООН, даже без уведомления ВТО и, грубо говоря, плюя на любые международные соглашения. А вот когда во власть США пришла команда Трампа, то есть мы видим, что вообще множество существующих и организуемых международных экономических союзов и обязательных соглашений просто разрушается. уже Трамп похоронил североамериканский договор о свободной торговле между Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой, НАФТО. Сейчас по нему идут переговоры, но не факт, что в ходе этих переговоров его удастся реанимировать. Сомневаются эксперты. Фактически приказал долго жить уже практически готовый договор о Транско-Тихоокеанском партнерстве. Трамп просто его порвал и все. Прекращены переговоры о Трансатлантическом партнерстве. А 31 августа Трамп в интервью Блумберг, я проверил, это не фейк, заявил следующее. Всемирная торговая организация в течение многих лет очень плохо обращается с Америкой. Организации необходимо измениться. Если они не улучшат свою работу, я выйду из ВТО. Это он не в Твиттере написал, не где-то там болтанул. Это в официальном интервью агентству Блумберг. А других-то международный валютный фонд с ним уже никто не считается, американцы во всяком случае. Только слаборазвитые страны вроде Украины, которые погрязли в долгах кредитных МВФ, берут под козырек, остальные уже нет. ВТО никто не слушает, ничем не регулируется. Многие могут сказать, что это Россия если касается, то очень косвенно. А эксперты говорят, и справедливо говорят, мы об этом тоже говорили, что зря Россия в ВТО вступила. Не польза, а один вред. Ну правильно, но тем не менее косвенное влияние вот этих международных правовых трансформаций, отказы от права для России тоже достаточно сильные. Но вот прежде всего оно катастрофически угрожает, действительно катастрофически, уничтожает остатки доверия контрагентам во всех международных экономических отношениях. И естественно уничтожает предсказуемость экономических решений. То есть если нет вообще арбитража, если на него можно плевать, то никто никому не доверяет. У всех со всеми торговая война. США с Китаем и Европой и Россией. У Европы с Соединенными Штатами и с Китаем и с Кореей. У кого-то с Африкой. У всех со всеми. И если арбитра нет, то мир вообще существует во внезаконности. И в эту незаконность он и вползает. Например, те санкции, которые Соединенные Штаты уже назначают, они имеют экстратериальный характер. То есть что имеется в виду? Под санкции по новым законопроектам, которые сейчас обсуждаются, подпадают не только страны, которые Соединенные Штаты считают нарушителями, но и те страны, которые ведут финансовые и торговые отношения с нарушителем и чьи деньги в долларах проводятся через американскую или контролированную американцами платежную систему. Что происходит? Многие компании и даже страны, банки и компании Европы, Азии, в том числе подчеркну, Китай, который вроде бы наш весьма приятель и союзник, многие банки просто отказываются вести предприятия, вести разговоры о торговом и финансовом сотрудничестве России. Они говорят, мы бы и рады, но мы попадем под американские санкции, а у нас там основные торговые интересы, с вами у нас там 58 миллиардов долларов оборот, а с ними 400 или сколько там, больше даже, мы не можем. Вот что происходит. И такая политика Соединенных Штатов отсекает Россию от большинства международных рынков капитала, не только американского и европейского, и от очень многих выгодных торговых связей. И это только начало. Отметим, конечно, что такая политика очень многим менее нравится, в том числе в Европе. они начинают протестовать, причем уже на достаточно высоком уровне. В конце августа глава МИДа Германии Хайко Маас в статье в немецкой Хандесблат призвал создать новую независимость США международную платежную систему, чтобы Европа не должна была оглядываться, цитирую, на Вашингтон при проведении международных финансовых операций. Но вот рангом еще выше фигура глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. 12 сентября неделю назад на заседании Европарламента заявил, Европейский Союз должен продемонстрировать свою мощь в качестве мировой державы на фоне отказа Соединенных Штатов от международных обязательств. «Время для европейского фигура на фигура» на фигура А на 2019-й до 1,5%. То же самое снижение объявил Банк России в своем последнем прогнозе. Статистика последнего времени по реальному состоянию российской экономики тоже не радует. Она выдерживает, конечно, что-то выдерживает, но вот данные. Я данные эти беру из, считаю, то, что я считаю более убедительно, бюллетени Центра макроэкономического анализа кроссовочного прогнозирования при правительстве. У них несколько другая методика обсчета данных, в отличие от Росстата, которому я все менее доверяю, поскольку он теперь стал подчиненным подразделениям Министерства экономического развития и, скорее всего, может, скажем так, не всегда достоверные данные давать. Так вот, данные по инвестициям в основной капитал. Как мы видим, инвестиции после кризиса практически стагнируют и еще не скоро выйдут даже на уровень 2012 года. То есть инвестиционная база под тот экономический рывок, который президент потребовал в майском указе и ради которого якобы пытаются экономить деньги-то пенсионерах, 8 с лишним триллионов долларов. Так вот, эта инвестиционная база под экономический рывок еще даже не начала создаваться. И, как показывают проектировки бюджета, которые до 2020 года уже опубликованы, вряд ли будут созданы в обозримой перспективе и в необходимом объеме. Если говорить о сфере строительства, ситуация еще хуже. Кризисное падение объемов строительства не преодолено и фактически не преодолевается. Недавно глава Минокразвития Максим Орешкин признал, что ситуация в строительной отрасли ухудшается, а совсем сенсационные данные дал единый реестр заемщиков. Это официальный документ, который вроде тоже не должен допускать ошибок. На сентябрь 2017 года количество застройщиков банкротов выросло в 2,4 раза до 358. Объем незавершенного ими строительства за год увеличился в 2,1 раза до 9,3 миллионов квадратных метров. Это одна из самых сильных и как бы динамичных и богатых отраслей недавно была. Вот так. Теперь о реальных доходах населения. Как мы видим, они чуть-чуть поднялись в сравнении с наиболее глубоким провалом начала 2017-го, но в 2018-м, вот как мы видим, вновь снижаются. И потому, отметим, растет долговая нагрузка населения и количество просроченных, то есть фактически просто невозвратных многих кредитов. Вот данные последнего объединенного кредитного бюро, тоже официальный источник. За последние 4 года доля заемщиков с непогашенной просрочкой платежа более полугода выросла более чем вдвое и составила 12,1%. Число таких безнадежных заемщиков с середины 2014-го года увеличилось с 3,1 миллиона человек до 6,7 миллиона человек. Это те люди, которые уже сидят под домокловым ночом банкротства или прихода мальчиков с соответствующими полномочиями и пистолетами. И вот так вот живут 6,7 миллиона человек. Но распадают располагаемые доходы и растет надежная закредитованность, то не может падать и торговля. Торговля, напомним, до кризиса санкций после переворот на Украине быстро росла. И объем торговли был главным фактором экономического роста. А к весне 2017 года объем розничной торговли упал на 10%, затем начал подниматься очень медленно. И сейчас все еще не дотягивает примерно 55% до докризисного уровня. То есть мы еще дотуда еще не поднялись, а должны делать рывок. Торговые сети, отечественные и зарубежные, объявляют о сворачивании своего бизнеса или о слияниях. Сеть метро заявила о том, что собирается выводить часть активов из России. Сети Лента и Холидей уже слились. Недавно слились перекресток и Пятерочка. М-Видео, Эльдорадо, Медиамарк слились. Что это означает? Это, хотя как бы наши органы контрольные этому противодействуют, но, тем не менее, идет олигополизация торговли. А где олигополии, а в мелких, небольших городах и поселках это просто монополии, это значит, что рост цен и, опять-таки, ухудшение экономического положения населения везде. Теперь еще один болезненный вопрос. Спрос на рабочие места в России. Ведь именно, якобы, покрытие недостаточности российского рынка труда затеяна пенсионная реформа. Это было главным доводом. Ведь нужно вывести на рынок миллионы новых граждан, иначе некому работать. Так заявлялось. Так вот, что мы видим. Совокупный спрос на рабочие места в экономике с начала нынешнего года начал падать. До этого долго стагнировал. Вроде бы, небольшое падение в масштабах штаны, всего там около 240 тысяч рабочих мест сократилось. Но 240 тысяч рабочих мест это только пока. А при нынешнем состоянии трудоспособного населения, а если трудоспособное население станет сначала на 1,8 миллиона больше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, что будет. И ведь совершенно не создаются рабочие места. Обещанные, никаких мер для того, чтобы оживить рынок труда, пока что не просматривается. Прежде всего, это нужны крупные инвестиции в основные фонды. Но обещанные крупные инфраструктурные проекты, если и состоятся, то, во-первых, если на них найдут, аккумулируют деньги, уже не факт. А во-вторых, они не могут аккумулировать всех работоспособных граждан. Они, наверное, часть привлекут молодежи, но появляющиеся в результате реформы миллионы недопенсионеров, они явно работы не обеспечат. Значит, безработица просто не может не расти со всеми отсюда вытекающими экономическими, социальными и политическими последствиями, о чем Сергей Иванович уже говорил не раз. То есть у нас такая складывается экономическая ситуация, далеко не благополучная, плюс пенсионная реформа, плюс повышение налога на добавленную стоимость и очень вероятное запланированное повышение цен на горючие, то есть повышение инфляции, плюс не менее вероятное, очень вероятное ужесточение санкций. Все это нам никаких благоприятных перспектив при нынешнем экономическом курсе, при нынешнем устройстве нашей экономики не сулит. И вопрос в том, как возможно поменять нынешний курс, нынешнюю экономику, и в том числе то очень болезненное пенсионное обеспечение, которое сейчас у всех на слуху. Я завершил. Спасибо. Ну я просто только хочу сказать, что все это сказано говорит о том, что нам в ближайшие два года никакого более-менее спокойного существования не будет. Но я сейчас хотел сказать о двух вещах, об одной очень коротко стратегической, а другой предметной. Стратегическая такая. Мы начали создавать буржуазную экономику, буржуазное государство, буржуазное общество. Оно недосоздано, оно недооформлено, оно страшно повреждено и так далее. Если мы исходим из того, что сегодня на авансцене политического процесса борется вот эта социально-консервативная, буржуазная, модернистская составляющая с ее суверенитетом и глобализм, значит, надо, чтобы победила эта социально-консервативная, суверенная слагаемая. После этого уже начинается разговор о том, что людям делать, в чем смысл их существования и так далее и тому подобное, который и приводит к тому, что возникает общее поле между консерваторами и левыми, между буржуазными и коммунистическими делами. Но сейчас, в условиях существенного средневековья, такого нового полуфеодализма, криминалки и всего прочего, задачи стоят буржуазные. Это первое. Второе. Эти буржуазные задачи, так сказать, не артикулированы по-настоящему, то есть не сказано, что в рамках буржуазного капиталистического общества может в качестве идеала получить гражданин страны. Вот не что он может получить при социализме, когда никаких пенсионных фондов нет, из бюджета платят пенсии, установлено, насколько пенсия меньше зарплаты. А вот что может получить гражданин буржуазной страны, если эта страна оформлена, если она не повреждена, вот так, как у нас, если там нет такой криминализации, как у нас, если она сильно не смешана с феодализмом, непонятного образца, и если вот этот гибрид худших советских качеств, недоделанным капитализмом, затягивается петлей на шею граждан. Иначе говоря, а что в сущности можно предложить с точки зрения буржуазной пенсионной реформы? Что можем предложить мы не в виде светлого коммунистического будущего или социалистического? А вот сейчас, вот на этой развилке, вы же понимаете, что фактически никто ничего не предлагает. Предлагают либо законсервировать ситуацию, так как она есть, и найти источник, да, говорит, она будет все хуже и хуже, либо просто давайте на пять лет заморозим, и пять лет будем вести дискуссию. Понятно, что эти предложения никого не вдохновляют. Можно ли реально предложить что-то, чтобы каким-то образом, будучи, пожалуйста, десять раз буржуазным, прозападным и так далее, оно бы выручило наших граждан, оно бы не, как бы, затянуло удавку нынешней преступной пенсионной реформы, и вообще каким-то образом вывело бы это на какие-то новые горизонты. Мне кажется, что такая возможность существует, она очень, ну, масштабно, наступательно и почти нереализуема в рыхлом государстве, но в рыхлом государстве реализовать нельзя ничего. Но в качестве буржуазного идеала этой пенсионной реформы, конечно, с моей точки зрения, существует чисто накопительная пенсионная система. Буржуазным идеалом является чисто накопительная пенсионная система датского или швейцарского образца. Что это означает на практике? Это означает, что у вас есть личный пенсионный счет, вам не дают брать с него деньги, потому что в противном случае, в момент, когда вы станете, как бы, в возрасте нетрудоспособности, вас придется кормить государству, деньги идут на этот счет, эти деньги крутятся в очень надежной системе, в оптимальных проектах, да? И к моменту, когда наступают эти 40 лет от прихода вас на работу до выхода на пенсию, вы имеете право пользоваться всем вашим вкладом так, как вы считаете нужным. Вы имеете право превратить его в пенсию и дальше ничего не отчислять. Вы имеете право, так сказать, выйти на пенсию раньше и вообще никакого разговора о пенсионном сроке нет. В зависимости от вашего накопления пенсионного у вас будут разные, так сказать, время выхода на пенсию и так далее. Если посчитать, сколько именно сейчас отчисляется на пенсии гражданами России и посмотреть, что происходит, если эти пенсионные вклады кладутся на устойчивые финансовые депозиты и имеющие высокоприоритетный характер, то выясняется, что к моменту выхода гражданина России на существующий сейчас пенсию, первое, он имеет ровно столько и даже больше, чем он имеет в виде нынешней пенсии, и второе, он имеет полное право распоряжаться этим пенсионным паем, он не может его передавать по наследству, потому что тогда половина населения страны перестанет работать, но он должен быть отдан его наследникам после того, как он заканчивает земную жизнь, а не растворен в пенсионной системе. Ровно так функционируют системы Дании и Швейцарии, и в этом смысле это завершенная экономически-буржуазная система, но в них не возникает массы вопросов, в них не возникает вопрос о пенсионном возрасте, в них не возникает вопрос, а если мой муж не доживет до 60 лет, то что будет со всеми его пенсионными накоплениями, в них не возникает вопросов, как бы, о том, кто и куда, и как воруют наши деньги, и многих других. Расчет показывает, что если действительно существует не та Шарошкина контора, которая сейчас является пенсионный фонд, потому что пенсионный фонд – просто ничто. Пенсионный фонд забирает все ваши деньги, добавляет к ним из бюджета трансфер и отдает их пенсионерам. Совершенно непонятно, зачем он нужен, и почему это не может быть отделом Минфина, как это и было. Зачем нужны эти чудовищные как бы расходы пенсионного фонда, который, если не даже составляет 7% от его, так сказать, денег, которым он оперирует, извините, это все равно уже попахивает сотни миллиардов рублей. Зачем они нужны? Он просто не функционирует. Если представить себе, что вместо этого существует Народный пенсионный банк с огромными основными средствами, что как бы и председатели этого банка, и региональное отделение избираются, и что внутри всего этого в наблюдательных советах есть все оппозиционные партии. Если считать, что государство жесточайше контролирует этот банк, и приоритетно и дает ему возможность инвестировать в рентабельные отрасли, которые все равно надо развивать, типа железных дорог и всего прочего, с процентами рентабельности 5 и выше, то вопроса о том, как должны функционировать депозиты, нет. Вопрос о том, как обеспечить транзитный период между сегодняшним периодом пенсионной реформе и переходом к такой системе. Это колоссальная проблема. Я понятно говорю, да? Вы должны начать сейчас это все изымать, пенсионный фонд остановится, вам скажут, откуда брать деньги, чтобы платить, ведь сегодняшние платят тем, понимаете? Вся эта система абсолютно запутана. Я считаю, что начальные активы в течение 5 лет такого суперкрупного Народного пенсионного банка возможны, что, во-первых, туда надо передать лишнюю часть завода валютных резервов. Как сказал Юрий Вольфович, они сегодня составляют, и это данные отчета Центробанка, 460 миллиардов долларов, даже если сохранять годовой импорт со всеми страховками, это 220, значит, 240 миллиардов лишние. Они же должны не исчезнуть и не быть заморожены, как они сейчас заморожены. Они должны войти в начальный стартовый потенциал этого суперкрупного банка. Второе. Как мы уже показали, прогрессивка, переход по прогрессивную систему, даже в самом умеренном виде, составляет примерно 70 миллиардов долларов дохода в год. Весь доход должен быть направлен туда же. За 5 лет это 350 миллиардов. Как мы уже показали, опять-таки, за 4-5 последних лет в виде профицита накоплено примерно 115 миллиардов долларов. Еще за 5 лет то столько же, это еще четверть триллиона долларов. И, наконец, повсюду, самые скромные эксперты говорят, что нормальная борьба с воровством это 50 миллиардов долларов в год или 250 миллиардов за 5 лет. Соответственно, за 5 лет можно сформировать суперкрупный, народный, государственный, отличающийся от государственного именно тем, что лица избираются и контролируются партиями, они назначаются чиновниками. Народный банк со средним капиталом в триллион долларов. Этот банк должен не бить мухой, не чесать за ухом, а он должен вкладывать деньги, именно и стать локомотивом развития, вкладывать деньги только в экономически эффективной инвестиционной области. не в области рискового порядка и так далее, а в приоритетной области. А государство должно признать, что этот банк является главным локомотивом страны и центром финансовой жизни. В этом случае через 5 лет этот банк может взять на себя процентами весь транзитный период перехода к накопителям пенсионной системе. А по завершению этого периода государство должно забыть о том, что оно вообще что-то тратит из бюджета. Если вы хотите иметь социальное буржуазное государство, установите процент бюджета и вкладывайте его в низкооплачиваемое свое население. Если хотите иметь классическое государство буржуазное, вообще забудьте вопли о том, что мы бюджет этих несчастных пенсионеров содержим. Они сами себя содержат полностью и их средства не могут быть растворены в дальнейшем. А это есть их частные средства, которыми они имеют право распоряжаться. С оговорками, как я сказал, они не могут их изымать, потому что их проиграть в казино, а потом надо голодного человека кормить, и они не могут их переработать по наследству, потому что тогда никто работать не будет. Но деньги отдаются наследникам. Тогда в принципе у меня возникает вопрос, что мне может на это ответить господин Кудрин или господин как-то там еще госпожа Набиолин. Они хотят, чтобы все было по-западному, так мы хотим, чтобы все было как в Дании. Мы стоим в дальнейшем за развитие социалистического государства и все остальное. Мы верим, что в этом будущее. Но мы видим, что сейчас страна идет по пути буржуазного развития, так вот пусть этот буржуазный путь будет нормальным. Пусть он будет нормальным. Датско-швейцарским и прочим, они понятно каким мухлюющим, в котором уже сейчас, когда сказали, что мы этот возраст меняем, так может вы завтра еще раз вы измените? Может вы сейчас скажете, что это 80 лет? Дальше что еще от вас ждать? Так вот, чтобы никаких разговоров не было, руки прочь от этих вложений пенсионеров, они принадлежат им. Повторяю, самая большая трудность здесь это не получить накопительную пенсию уже сегодня от тех вкладов, которые, так сказать, существуют. Не в этом трудность. Трудность обеспечить транзитный период к этой системе. Это чудовищных средств требует. Так вот, возьмите этот триллион долларов, создайте локомотивный банк страны подконтрольной, и от этих процентов вам полностью все хватит на транзитный период. У вас останется супербанк инвестиционный, и у вас возникнет полная пенсионно-накопительная система. В результате этого пенсионеры, выходя, будут иметь достойный образ жизни. А в каком возрасте им выходить, они должны решать сами. Без вашего, так сказать, вашей опеки. Они хотят дальше продолжать работать, они продолжают отчислять пенсионное отчисление в фонд, у них растет пенсия. Они прекращают работать, начинает работать чистая система депозита. Она не работает 10 или 15 лет, пока они доживают. Она вечная, но после того, как их земной срок кончается, деньги отдаются их наследникам. Все. Это классический завершенный буржуазный вариант существования. Если мы говорим сейчас, что мы укрепляем буржуазное государство в его консервативно-суверенном состоянии, так вы и бедите все в эту сферу. И вы не говорите, что куда вы нас тянете, назад в совок, или вы нас тянете не поймешь куда, вы хотите повесить на нас гирю пенсионеров, а она нас потянет в бездну, никуда она не потянет. Нужно жесточайшим образом выкачать все средства в этот фонд, в этот банк, превратить его в банк или в нормальный фонд, который вкладывает деньги, инвестиционные, а не в, так сказать, контору по передаче с места на место этих денег. не в прилавок, внутри которого колоссальное воровство, а в эффективную структуру, отчеты печатать непрерывно, поставить под контроль оппозиционных партий, избирать руководство. Ненаблюдательные советы. Тогда этот банк и станет полным и абсолютным локомотивом развития, не развития в сфере рискованных вещей, или тех вещей, которые неизвестны, когда окупятся. Этим должен заниматься бюджет. А в той сфере широкой, где развиваться надо на коммерческой основе, где гарантировано, что от этого 5-6 процентов как бы прибыли от этого не могут никуда исчезнуть. И строительство железных дорог они не могут исчезнуть. И еще из определенных сфер. Я вовсе не говорю, что эта система является идеальной. Я просто хочу сказать, что нынешним буржуазным ожиданиям населения она соответствует. Люди этого примерно и ждут. И что ее трудности, ее осуществление огромные, но так вы и потрудитесь. Не вынуть из кармана у людей деньги, а пошите, сделайте настоящий рывок. Не говорите нам, что это антизападные меры, потому что они абсолютно западные. Швейцария переходила на это 40 лет. Мы можем перейти за 5. Вот она пятилетка путинская, да? Вот вам пожалуйста. Вы берете эти золотовалютные резервы, вы добавляете 5 лет прогрессивки от них, 350 миллиардов долларов, вы берете все профициты, и они будут еще больше, и не вместо того, чтобы вкладывать их то ли американцам, то ли куда-то, даете туда, они начинают там крутиться уже с момента поступления. И вы все-таки пресекаете в конце концов это воровство, так что по 50 миллиардов в год, это же невозможно так жить долго. это чудовищно трудно сделать, ну так вы это и сделаете, проживите 5 лет в замороженной системе, и через 5 лет откройте накопительную пенсионную систему, и все, и забудьте о том, у вас хоть 100% пенсионеров там, все равно они вам оплачивают сами себя, никаких разговоров о том, что они висят мертвые гири на бюджете нет. Мне представляется, только в этом случае, в этом случае можно говорить о том, что мы наступаем на фронте, так сказать, завершения буржуазного государства, превращаем его в неворовское, некриминальное, докриминализуем, рационализируем, создаем какой-то, так сказать, модернистский ему характер и все прочее. Пусть оно воюет с американцами, вот когда оно с ними довоюет, мы разберемся, что дальше будет происходить. Потому что, повторяю, целей человечества нет во всей этой системе. Опять же, я не хочу сказать, что эта система может быть принята на ура и на все что угодно. Я хочу сказать, что она выбивает у тех, кто двигает пенсионную реформу, главный козырь из рук выбивает. А вы-то что предлагаете? Вы-то чего хотите? Вы куда? В совок хотите? А люди, может, и не хотят. Ах, вы хотите заморозить? И тогда гиря будет тяжелее, тяжелее, тяжелее. И все мы утонем. И не будет у нас ни обороны, ничего. Нет, мои дорогие, мы предлагаем наступательную западную буржуазную систему, которая в результате даст народу все-таки каким-то способом выдохнуть, а главное и нас, и государство избавит от того озверения, в которое его ввергнет существующая пенсионная реформа. А мы не хотим, нам озверение это ради Бога, оно на вас кинется, но мы не хотим, чтобы оно кинулось на государство, а мы знаем, как это происходит. Я хотел бы, чтобы вокруг этой ситуации собралась группа людей, которые более или менее что-нибудь, так сказать, понимают в этом вопросе и хотел бы потянуть к этому и тех членов Клуба Содержательного Единства, которые, ну как бы, обладают каким-то опытом работы в этой сфере и каких-то наших знакомых и всем прочим. Я абсолютно не считаю себя настолько компетентным в экономике, чтобы выдавать здесь окончательные параметры и рекомендации, но я считаю, что не за пять лет, а за один месяц нужно вывести модель предложений Клуба Содержательного Единства и Сути Времени из понятия ой-ой, не трогайте существующее в понятие крупного наступательного проекта. Повторяю, гражданам России будет жить легче, у России появится локомотивный банк с активами достаточными для настоящих действий, потому что все банки, включая Сбербанк, недостаточные, они все микроскопичные по отношению к западным, а этот будет нормальным, супербольшим. Он начнет немедленно то самое развитие, о котором говорили нам в этих выборах. Развитие это будет в сфере отраслей рентабельных, остальные отрасли будет надо рассматривать иначе, но для этого и есть бюджет. И через пять лет люди, которые на пять лет сохранят те пенсии и те сроки выхода на пенсии, которые существуют сейчас, получат полную накопительную систему все. И с этого момента будет сказано только одно, дорогие мои лживые разговоры о том, что бюджет на вас тратится, забудьте, граждане сами обеспечивают свои пенсии, а вы ваши пальчики в них не суйте и не учите их, когда выходить на пенсии, когда не выходить. Если хотят, тогда выйдут. Понятно, что такое 40 лет дисконта, да, от вложения начального? Вы вложили там первую сумму, когда вам стало 20 лет, да, и вы отплатили эти 22 процента. Если это ваше вложение, то понятно, что он превращается через 40 лет. Оно к соответствующим образом растет. Мне скажут, совершенно справедливо, что было несколько таких частных фондов, которые сгорели. Во-первых, они были частные, а этот должен быть не государственный, а сверхгосударственный, то есть народный. Он не должен быть частный, не должен быть государственный, потому что если вам всунут вора-бюрократа решениями воровского правительства, то ничего не изменится. Он должен быть избранный и контролируемый не только счетной палатой, а просто с представителями оппозиционных партий внизу. Могут и так воровать? Могут. Это родина моя. И что делать? Вообще ничего не делать. Если по любому поводу сказать, что могут украсть, так все могут украсть. И это могут украсть. не важно. Это следующий вопрос. А главный вопрос заключается не в этом. Пожалуйста, Китай расстреливай. Главный вопрос заключается в том, у вас эти 240 миллиардов лежат мертвым грузом, отдайте в этот банк на развитие. Стабильное, государственное. Вот и все. Видите прогрессивный налог, да? Отдайте в этот же банк весь ваш профицит и крутите ваши программы-то, развитие. О чем вы говорите? Это же не система, когда все эти средства заморожены. Вот их и вкладывайте сразу же, вперед, с первого года. Они должны составить инвестиционный кулак для развития этой сферы. Мне кажется, что сегодняшняя ситуация определяется двумя параметрами. Стратегическим. Если действительно вопрос заключается в том, что российская буржуазная, социально-консервативная государство должно выстоять, то оно должно стать нормальным, а не воровским средневековым и еще безумно неэффективным и тупым. Оно в таком состоянии не выдержит. Если российское государство социально-консервативное и суверенное выстоит и поможет выстоять кое-каким другим государством мира, то этот американское безумие кончится за пять лет. Никакие трампы и никакие таможенные барьеры их не спасут. Все это кончится за пять лет. Тогда, по другую сторону этого, понимая, как нам обороняться от новых лидеров мира, которые зайдут на место американцев, вот тут мы поговорим полностью о том, как именно мягко и форсировано вводить в это настоящие элементы прорывного гуманизма, то есть коммунизма. И мы их введем, и тогда на следующем этапе то, что ушло за счет постыдных действий Советского Союза и Советской Компартии с мировой авансцены, вернется на нее в абсолютно другом виде, потому что возвращать в том виде, в ком было, это значит обрекать снова свое отечество на новый крах. Кроме того, нельзя 20 лет строить капитализм, 20 коммунизм, 20 капитализм, 20 коммунизм. Одной перестройки до другой перестройки. Три раза говорят, что два переезда это один пожар. Три перестройки это один пожар и полная ликвидация всего. И наконец-то хочу сказать последнее. Любое стало понятно этой реформы, которая сейчас предлагается, никакого отношения, никаким выгодам не имеет. Никто даже не успеет украсть. Все просто рухнет. За два года в распыл будет пущена страна. И есть люди, которые этому радуются, говорят, мы на руинах будем что-то строить. Товарищ, на руинах будут летать американские вертолеты и маршировать соответствующие международные контингенты. включая китайские в Сибири. На руинах уже не будет ничего. И растерянный народ, который даже не поймет, как это его, вроде бы он негодовал против того, что его обкрадывают, а теперь его не просто обкрадывают, а уничтожают. Мы должны понять эту ответственность. Есть некоторые вещи, которые в сегодняшней ситуации воспроизвести нельзя. Первое. Нельзя в ситуации, когда религия хоть как-то говорит о каком-то восхождении человека, ну к Богу, не важно же к чему, к Богу, Маркс говорил, к чему там родовой сущности, к человеку с большой буквы, неважно к чему, к какому-то восхождению объявить войну религии. Это безумие. Надо твердо сказать, что светские религиозные люди все говорят о восхождении, а восходит это все к Богу с помощью Бога или к человеку. Это вопрос личной веры. Главное, что восходит. Соответственно, ни о каком, так сказать, антицерковном атеизме речи быть не может. Первое. Никогда ни при каких ситуациях мы не можем говорить, чем хуже, тем лучше, или о поражении собственной страны в войне. Этого не может быть. Это поражение станет окончательным. Рассчитывать на него невозможно. Не говоря о том, что у Ленина не он ввязался в мировую войну, у него было 10 оправданий этому делу, и он хорошо знал, что это война не ядерная. А это будет только ядерный. Поэтому разговор о том, что снова капитализм мировой будет скован, как... Вы знаете, что в пятом году Кайзер предложил своему Нике ввести немецкие войска на территорию для подавления всего, что там происходило? Это будет немедленно сделано, так сказать, в случае, если здесь начнется всякое «чем хуже, тем лучше». Мы отказываемся от, так сказать, лозунга поражения своего государства и от лозунга «чем хуже, чем лучше». И, наконец, последний вопрос заключается о том, что наступление на, так сказать, новые рубежи нужно ввести в соответствии новой структуре общества. Я здесь хочу сказать об этом два слова. Я завершаю. Я много сейчас очень работаю в коммуне. Я вижу население этих областей и вижу, собственно, коммунарских ребят, которые готовы там самоотверженно, безумно работать, трудиться и все. Я вдруг понял самое главное. Самое главное всегда простое. У Ленина в руках в виде пролетариата и крестьянства были люди, которых не нужно было учить работать. Моего отца не надо было учить работать. Он начал в пять лет и прекрасно понимал, что если что-нибудь там будет не засеяно и не умрано, то будет голодная смерть. А кто не мог работать, да, дать ключики, вот так вот, на заводах или в поле, да, тот умирал. рождалось десять детей, из них оставалось пять наиболее сильных, да, или трое. Ленин имел население с невероятной способностью к работе. Мой отец мог учить русский язык, работать на подготовительном отделении, грузить ночью вагоны и непонятно, когда спать. И ничего. У нас сейчас нет этого населения. у нас вообще нет. У нас есть девочки и мальчики, которые сидели в каких-нибудь системными архитекторами неизвестно чего, да, и к чему, там шевелили пальцами. Они не знают, что такое труд. А может, хотят, но это еще не значит, что они могут. У нас была другая страна, исторически восходящая, соответствующим рабочим классам и крестьянам. Ее нет. И второе. Мое личное отношение к одной фигуре. Как бы она понимает, что она многих не устроит, но что есть, то есть, простите. Я считаю, что фрейдовская теория дурацкая. Она дурацкая, и она очень понятная. Кто-то же сказал из Велики, что фрейд все строил на экспериментальном материале больных барышин из венских салонов. А если бы он строил все где-нибудь в парижских предместиях рабочих, была бы другая теория, а если бы строил в день, была бы третья. У него просто эксперимент был, такой материал. Теория абсолютно дурацкая с моей точки зрения. Что-то показавшее, важное, но в целом дурацкое. А сам фрейд гений и очень хороший дядька. Как Эйнштейн, они хорошие. Это представление, такой хороший типаж человеческий. Очень умный, живой, непозитивный, в отличие от Юнга, который тоже гений, но жуткая сволочь. А тут нет, это хорош дядька. И он уже был в авторитете в 20-е годы, а у них начались обсуждения, что такое нормальный человек. Все 20-е годы психологии шли под пиком. А что такое нормальный человек? Среди статистически нет, да? А что такое нормальный? Вот что такое нормальный человек? А у него невроз, да, все неврозы и гениальность. Понятно, да? Что такое нормальный человек? Серый, ну кого вы имеете в виду под нормальным? И создавалось, бог что-нибудь, там Курт Левин создавал свое, там какие-то, там это все, Адлер свое, там они все крутили и крутили. Всякие много, шкалы, факторы, комплексы факторов, как оценить нормального, да? И, конечно, они приперлись к Фрейду. С огромными этим своими разработками. Говорит, слушай, ты вне этого, ты этим сейчас не занимаешься, ты у нас такой вот гуру, человек-то хороший, ты, ну ты скажи нам что-нибудь, кто из нас прав? Фрейд посмотрел, это все дело, он сходил, что он сказал, нормальный человек, это человек, который умеет любить и работать. И идите вон. Так вот, вот все эти секс-просветы и все прочее созданы для того, чтобы не умел любить, работать. А все эти сис-администраторы созданы для того, чтобы не умел работать. Противник замкнул клещи, он кинул нам под ноги изуродованную молодежь, которая не умеет ни любить, ни работать. Сказал, разбирайтесь, вы уже сделаны. Поэтому для того, чтобы завтра строить по-настоящему новое общество и так далее, нам нужно победить, принять вызов поражения и выстоять, и превратить его в победу. А пока что мы защищаем это государство, но категорически противостоим людорецкой политике, которая сейчас производится, и выдвигаем к этой политике конструктивные буржуазные инициативы. Вот на сегодняшний день задача борьбы в первом эшелоне текущего времени, а задача на перспективу это человек. Победим в первом эшелоне, победим мы во втором. Спасибо. Все. Спасибо.